Одесскому археологическому музею немногим меньше 200 лет. То есть это и весьма старое здание, как для Одессы, и весьма важная коллекция, которая хранит в себе экспонаты, описывающие плюс-минус с древнейших времен историю Северного Причерноморья. Даже историю не как, соответственно, какую-то хронологическую последовательность правителей или дат, а, соответственно, с археологической стороны именно археологические артефакты. Музей так и называется, археологический, но археология – это, в общем-то, материальная сторона истории. То, как люди жили, то, в общем, какими они были во многом, чем они пользовались. В первых витринах собраны экспонаты примитивных племен охотников и собирателей, которые жили на территориях Северного Причерноморья с достаточно древних времен. С ведической хронологией историография это согласуется таким путем, что, во-первых, до исхода с Гипербореи основной массы протославян тут также жило какое-то население. Во-вторых, собственно, части аревычей, протославян, которые прибыли в данный регион после уже исхода с Гипербореи, как северного континента, и перед тем, как они уже сформировали новую в материальном смысле культуру, но на основании старого идеологического ядра, что выразилось в существовании трипольской культуры, людям приходилось как-то вести быт, то есть без высоких технологий приходилось как-то учиться, как вот буквально уподобляясь примитивным охотникам-собирателям, как изготавливать из дерева, палок, глины, камня, шкур, костей, жил и других запчастей от животных и любых других подручных средств, как изготавливать средства добычи огня, как изготавливать орудия труда, как изготавливать жилища, как изготавливать всевозможные другие нужные штуки, в частности и одежду. Таким путем экспонаты Одесского археологического музея иллюстрируют те исторические вехи, которые, в общем-то, описывают, демонстрируют, точнее, то, как жили жители данной местности, чем они пользовались, что делали. Поэтому нельзя сказать, что они думали, конечно же, но кое-что можно установить. Допустим, здесь присутствует копия мизинской птички, птицеобразной статуэтки мизинской культуры. На этой мизинской птице присутствует меандровая протосвастическая символика. Небольшими штрихами намечен хвост данной птицы. Вообще, то, что это статуэтка птицы, еще нужно присмотреться и догадаться, чтобы понять. Оно не совсем сразу опознается. Но так или иначе, опознать можно. И на фоне этой, так сказать, художественной никакущести данной статуэтки на ней все равно присутствует символика. А это значит, что для того, кто создавал эту статуэтку, в общем-то, нанести символику было не менее важно, чем, соответственно, сделать данную, так сказать, птичку вообще похожей на птицу. А это уже кое-что говорит о, соответственно, мышлении, о, соответственно, духовно-идеологической составляющей мизинской культуры. То есть, меандровый протосвастический узор, который присутствует на этой птице, для представителей мизинской культуры был достаточно важным и почитаемым. вопрос, почему? Вопрос, на который не ответят смотрители музея, вопрос, на который не ответят представители официальной трактовки истории. В официальной трактовке истории говорится, что в те времена первобытные люди изображали то, что видели, и из этого можно сделать вывод, что или они видели птиц со свастиками на спине, или же данная общепринятая трактовка как минимум не совсем достоверная. С ведической точки зрения птица является символом Всевышнего Птаха, Сокола Рода, Всевышнего, изначального Повелителя, Создателя Вселенной и Верховного Бога, Верховного Правителя Мироздания. Как птицы летают высоко, как птица является наивысшим из животных, поскольку выше птиц уже, соответственно, никто не лазает, не ползает, не ходит, не бегает. Птицы самые высшие из живущих. По символической аналогии в таком плане птицы символизируют Всевышнего, которого называют Всевышний, то есть Бог Высочайший, тот выше кого нет никого, но тот, который превосходит всех. Другим символом Всевышнего является пламя, фактическое проявление Всевышнего, и как показывают экспонаты, наши предки с достаточно древних времен это самое пламя активно использовали на нашей территории. В то время, как на территории нынешней Российской Федерации еще долгое время и мясо ели сырым, и никаких других особо культурных проявлений жизни не наблюдалось. На нашей территории уже с времен соответственно мизинской культуры, мизинская культура это 20-16 тысяч лет назад по разным оценкам, по разным датировкам с времен мизинской и далее на нашей территории и символику изображали, и если изображали и почитали определенную символику, значит, естественно, имели определенное знание, имели определенные соображения по этому поводу, а значит, думали, а значит, даже если идти по общепринятой трактовке истории, то, по крайней мере, наличие некоторой проторелигии или протофилософии следует предположить, ну, если соответственно изображали то, что имеет исключительно философско-символический смысл и с помощью данной птицы не знаю, не могли рыбу ловить, например, или еще что-либо делать, то есть, она не несет никакого практического смысла, кроме как философа символического. Ну, и дальше уже, когда переходим к временам начала трипольской культуры, также встречается обилие предметов и с узорчатой символикой, спиральная символика, символика концентрических кругов, антропоморфные статуэтки той или иной сохранности, символическое изображение жертвенника, символическое изображение протодольмина, ну, и много других разных нюансов, которые тоже показывают, что кроме создания, допустим, посуды, орудий труда, кроме развития навыков бытовой деятельности, кроме материального совершенствования цивилизации, огромное значение в те времена для наших предков имели духовные, символические, философские понятия. То, что символизировалось определенными узорами на посуде или других предметах быта, то, во имя чего определенным образом стилизировались и дома, и та же самая посуда, и орудия труда, и предметы чего изображались в виде статуэток, которые символизировали предков рода. Предков рода, рожаниц и много чего другое. Соответственно, если бы люди на этой территории не думали, а просто жили как живется, они бы ну что максимум сделали бы какую-нибудь посудину, чтобы удобнее было есть, и все. Для них не было бы никакого смысла наносить на эту посудину орнаменты, символику, тем более такую сложную, как это можно видеть на предметах трипольской культуры. Сейчас на этой витрине очень интересная ситуация. Вдалеке на верхней полке данной витрины можно видеть определенное такое блюдце, определенную трипольскую пиалу, символика которой аналогично той, которая присутствовала на спине птицы, статуэтки птицы мизинской культуры. это доказывает, что в общем-то между мизинской культурой и трипольской культурой существует преемственность. Существует преемственность в плане символики, существует преемственность в плане территорий, но и логичнее предположить, что и в плане генетики тут также прослеживается полная символика. Тем более с помощью современных разнообразных реконструктивных анализов ДНК также исследователи приходят к выводу о том, что трипольцы были автохтонным народонаселением Северного Причерноморья. То есть люди трипольской культуры не пришли на нашу территорию будь то с юга, с севера или еще откуда-то. Они жили на нашей территории уже около десяти тысяч лет. С времен в общем-то переселения с Северного континента. Северный континент это тот континент, который изображается на картах Меркатора, который состоял из четырех островов, разделенных четырьмя реками, в центре между островами, из которой истекали реки, находилась гора, гора Меру. И, в общем-то, эта гора изображена на данной посудине, которая большая, которая находится рядом с тем блюдцем, на котором изображены, соответственно, на котором изображены орнаменты, меандровые орнаменты, такие же, как на ранее рассмотренной птице. Это что показывает? Это показывает, что, соответственно, вот она преемственность, вот эта преемственность с гипербореей северного континента, вот эта преемственность между мизинской и трипольской культурой, то есть не было каких-то кого-то, кто просто пришел на нашу территорию когда-то и принес цивилизацию. С времен переселения основного народа населения здесь была автохтонная ведическая культура. Относительно самого переселения с северного континента, то, во-первых, и оно не было настолько чем-то первым и звон выходящим. На нашей территории с достаточно древних времен уже были поселения и дровидов, и аревычей, которые поддерживали тесные взаимоотношения с северным континентом, и когда на северном континенте начались проблемы, основная часть народа населения в общем-то покинула тонущий континент и перебралась туда, где уже жили их родичи и где жить в общем-то достаточно комфортно и хорошо. К тому же, учитывая то, что украинский кристаллический щит это определенное геологическое образование с древних времен, аревычами почитался как священная территория. Священная и важная именно с геологической и геомистической точки зрения. в те времена какие-либо не то, что основные, даже какие-либо вторичные массивы гиперборейского народа населения не переселились ни на территорию Эрефии, ни на территорию Казахстана или Китая, ни на территорию Северной Америки. Небольшие конечно же группы людей, которые шли вдоль Уральских гор, конечно же могли в горы забредать, конечно же могли и соответственно разные стороны разбредаться, но в основном народонаселение Северного континента скоординированно перешло именно с Северного континента на соответственно территорию Украины. И с тех пор осело на территориях над Карпатскими горами. Позднее греки зафиксировали наличие Ротта и Гипербореи именно над Карпатскими горами. И когда греки описывают Гиперборею по греческим текстам Гиперборея известная грекам, Гиперборея современная грекам, которую не стоит путать с северным континентом Ротта и Гипербореей, так вот эта новая Гиперборея находилась именно на территории за Карпатскими горами по отношению к грекам. То есть, если греки с территории Греции пошли бы на север, им пришлось бы как-то пересечь Карпатские горы и попасть на территории нынешней Западной Украины, Восточной Польши, ну и, может быть, добраться до Южной Беларуси. Именно эти территории и локализировались как Гиперборея времен, когда уже, в общем-то, Гиперборея могла контактировать с греками. Но на времена Трипольской культуры, которая процветала именно на территории Украины и сопредельной Молдавии и Румынии, в самой Греции в те времена еще ничего не было. Больше того, в те времена, то есть, это около 8 тысяч лет назад, дальше 6 тысяч лет назад, в те времена даже основных волн индоевропейского расселения с Трипольской культурой еще не произошло. В те времена новая Ратая, новая Гиперборея только еще переходила в состояние Бхараты, Бараты, то есть, увеличившейся, растущей, расширяющейся Ратай. Но, как видим, по всем данным артефактам, уже в те времена наши предки и изготавливали антропоморфные статуэтки, и зооморфные статуэтки, изготавливали статуэтки, которые символизировали богов и предков как по женской, так и по мужской линии, наносили свою очень пышно развитую символику на посуду. Вообще, трипольская посуда, трипольская символика, это прямой предшественник скифского звериного стиля. Кстати, на этой крышке посудины также можно видеть символику гипербореи, где по центру присутствует одна возвышенность, с четырех сторон четыре другие, то есть, опять крестообразная символика. Но в трипольском наследии можно найти прототипы не только более поздней кемерийской ротайской символики, а в трипольской символике можно найти прототипы еще и скифского звериного стиля. Присмотритесь, допустим, к данному изображению крылатого солнца на трипольской посуде. Данное крылатое солнце является аналогом египетских изображений крылатого солнца, которые в Египте, например, венчают очень множество проходов, очень множество ворот и разных составляющих храмовых сооружений. На территории Ближнего Востока и Передней Азии был весьма распространен такой символ крылатого солнца, как Фаравахар. И тут можно видеть трипольские параллели к крылатому солнцу, то есть, в общем-то, трипольское изображение крылатого солнца. Хронологически достаточно будет тяжело доказать, что именно с трипольской культуры египтяне заимствовали изображение крылатого солнца, поскольку сейчас в общепринятой трактовке Египет развивается сам, а триполья мало кому интересна. Но если с хронологической именно точки зрения на это смотреть, то и ранее продемонстрированное крылатое солнце, которое ушло в Египет. И вот, допустим, данная символика, которая является прототипом символики инь-янь, все это в общем-то берет свои начала в трипольской посуде. Сейчас вы можете видеть изображение рыси в трипольском еще зверином стиле, в трипольской символике, где присутствует обилие орнаментов, обилие разных всяких символов, спиралей и всего разного и всякого. В частности, обилие точек в круге, то есть солнечной символики, обилие повторяющейся спиральной символики, которая символизирует и перерождение, и многопроявность Всевышнего, и еще много чего другого. Ну и в частности, далее и трипольская многопроявность, и спиралевидный волнистый орнамент, и все основные такие составляющие трипольской символики, они унаследуются и будут активно использоваться в археологических культурах, соответствующих расстелению кемерийских народов. Ну, а далее, в общем-то, так называемый скифский звериный стиль будет прямым продолжением именно символики трипольской культуры. Можете присмотреться и к крестообразным допустим, мотивам, как на данной крышке посудины, и к вот этим разнообразным спиралям, завиткам, которые иногда похожи на инь-янь, иногда являются намного более развитыми, намного более много составляющими, то есть на фоне вот такой символики обычный китайский знак инь-янь выглядит очень бедно, выглядит очень примитивно и очень вторично. Тут на этой крышке посудины видно и соответственно крестообразную символику, которая далее продолжалась на разных предметах, связанных с кемерийцами и виден символизм деления клетки, виден символизм связанный с символикой инь-янь. На других посудинах в принципе даже если не особо хорошо можно реконструировать в общем что там изображалось, то видно очень много деталей, видно очень много деталей трипольских посудин, трипольской символики. И позднее это будет иметь очень широкое распространение по территории Евразии, в принципе от британских островов и соответственно Испании до Китая куда придут индоевропейцы тахарских народов до территорий Индии, до территории Египта полностью по Евразии, по Северной Африке, по даже американскому континенту распространятся те мотивы, которые разрабатывались именно в трипольской культуре, поскольку в трипольской культуре вот видно, как эти орнаменты опробовались, видно, как люди, может быть, имея еще древние какие-то чуть ли не голографические ну, это я так пошутил скорее насчет голографических, но так или иначе, все равно имея древние какие-то носители ведического знания, которые имели высокотехнологичную природу, но которые уже, допустим, или ломались, или если он один, а потомков урода много, то соответственно нужно же каждому из потомков рода передать ну, какие-то образцы своей символики и соответственно каждому из потомков рода легче изготовить просто глиняную какую-то табличку, глиняный предмет с символикой, чем пытаться размножить какой-то древний предмет, поэтому во времена Трипольской культуры как раз и думали как для потребностей разрастающихся родов, для потребностей перенесенной цивилизации делать аналоги из подручных средств, думали, как разные древние изображения очень многогранные, очень многозначные изображать допустим на глине, изображать на камне, позднее полностью разовьют технологии обработки металла и изображения всех данных нужных явлений на металле. Несмотря как бы на то, что символы, идеи, они были уже у наших предков, согласно ведическому знанию, у наших предков на гипербореи было вполне себе высокоразвитое общество, высокоразвитая в техническом отношении цивилизация, где были древние высокоразвитые технологии и много чего другого. И да, официально это не подтверждается современной официальной исторической трактовкой, но вот даже здесь можно видеть, как постепенно уже существующие символы экспериментируют с тем, как их изображать. Ранее были посудины, сейчас можно видеть посудины, на каких-то присутствует символика инь-янь, на каких-то присутствует символика перерождений. Идеи, которые изображались на этой посуде, вполне себе могли передаваться и устно, в виде просто знания, которое, когда человек постигает, оно у него в уме само приобретает объемную форму, он сам начинает представлять эти явления в объеме и в том, как они могут происходить на самом деле. То же самое деление клетки, те же самые субатомные трансформации материи. Но когда возникает необходимость, потребность как-то их изображать для тех людей, у которых образное мышление развито не настолько хорошо, в общем-то приходится экспериментировать с тем, как данные символы, которые многогранны, которые многосложны, как их изобразить всего лишь на поверхности, где они не будут как-то видоизменяться, где они не будут переливаться, а просто должны застыть в виде линий и каких-то узоров. Это очень сложная задача, это все равно, как поставить перед собой задачу, допустим, изобразить человека на протяжении всей его жизни. Изобразить человека в моменте не так-то и сложно. В зависимости от умений художника и от потребности таковой можно сделать достаточно неплохую детализацию портрета человека, изображения одежды человека, атрибутов, какие у него есть. Но это если человек в моменте, а если предположить задачу изобразить человека на протяжении всей его жизни, тут возникнет очень сложная, очень отчасти даже нерешаемая для многих людей проблема. Те явления, те знания, которые тут изображены на плоскости, но на той или иной поверхности в своем исконном смысле, в своем исконном размере, они объемны, они многогранны, и они намного более сложны и величественны, чем человеческая жизнь, допустим, как того или иного просто человеческого индивидуума. Они объемнее даже жизни всех 8 миллиардов человек. Это космические процессы, но перед мастерами изобразительного искусства трипольской культуры, перед жрецами, перед ремесленниками, перед некими склейками ремесленничей и жреческой касты стояла как раз задача наладить производство предметов, передающих ведические знания, ведическую символику. Отчасти это было необходимо, потому что с времен исхода с северного континента и до возникновения трипольской культуры, то есть быхараты, как показывают даже находки мизинской культуры, наши предки часто жили в очень сложных условиях и многие рода отбились от общей цивилизации, частично потеряли знания. Во времена трипольской культуры, когда на Полесье царствовал Саагаст, воплощенный Всевышний, когда жреческая каста весьма преуспела, когда в общем-то все аспекты ведического знания были доступны, какие-то в теории, какие-то и на практике, но так или иначе, по крайней мере в теории все аспекты ведического знания были известны и доступны. И перед жречеством, которое прекрасно знало, что в будущие времена будет имя же божная война, эпоха деградации, многие другие нюансы, перед жречеством стояла задача с помощью ремесленников, с помощью других каст изготовить обилие предметов, передающих ведическое знание в символике, передающих, как на примере этого глиняного домика на четырех ножках с окном в дальнем краю и с двумя дверями, передать знания, что нам показывает данная модель, что в местах, где грунт достаточно сырой, где бывают затопления, есть смысл ставить дом на сваях, на балках таких, на больших-больших стволах дерева, которые вбивали или вкапывали просто в грунт. Дома иногда в действительности делали круглыми, как показано здесь, иногда делали прямоугольными, и также делали двойную дверь для того, чтобы, в общем-то, и защищать дополнительным способом дом в случае или хищного животного, или каких-нибудь не пойми кого, и также, чтобы сохранять тепло. Окно в таких домах часто было тоже всего лишь одно, и рядом с этим окном находился очаг. То есть, даже зимой очаг несколько перебивал холод, который шел из окна, так как во времена трипольской культуры мало у кого было что-то сопоставимое с стеклом. Были некоторые стеклозаменители, которые иногда использовали для окон, но они и снижали освещенность самого сооружения, снижали видимость, естественно, и все с этим сложно. Поэтому часто просто оставляли окно незакрытым, но зато рядом размещали очаг, который согревал поступающий воздух. То есть, трипольские дома имеют свою продуманность. И вот как передавали знания о том, как стоит строить дом, так передавали и знания о делении клеток, как, например, изображено на данной посудине. Тут изображен общий круг, который символизирует некогда единую клетку, и изображены два таких круга, которые расходятся в обе стороны. На других предметах трипольской культуры изображены рыси. Вообще, то, что позднее наследники трипольской культуры станут называться русичами, русинами, ни разу не удивительно, учитывая то, сколько изображений рыси присутствуют, допустим, на трипольской посуде. На трипольской посуде нет изображений медведей, волков, баранов каких-нибудь, но есть изображения рыси. Рысь намного чаще встречается, чем изображения коня или коровы. кони, коровы вообще всего лишь в нескольких случаях на трипольской посуде встречаются. Относительно коровы, точнее быка, встречаются статуэтки времен трипольской культуры. Но вот посуда трипольской культуры по большей части испещрена именно изображениями рысей. Что, в общем-то, тоже о чем-то очень важном говорит. Существует много других нюансов. Какие-то связаны с буквицами, какие-то являются клювами и глазами птаха, соответственно, изображаемыми на посуде. Все это сложная символика, которая часто и не предполагалась для какого-то краткого единообразного истрактования, а предполагалась для того, чтобы ее медитативно изучали как бы как луковицу, снимая слой за слоем и постигая смысл за смыслом. Где-то изображено то, что можно соотнести с шеобразным тризубом. Где-то изображены другие разные символы, которые позднее, если сравнивать трипольскую посуду с предметами времен кемерии, с предметами времен скифи, также там обилие параллелей. Вообще, шеобразный тризуб на трипольской посуде это один из древнейших тризубов, который вообще существует и археологически как-либо засвидетельствован. Когда на трипольской посуде уже активно изображались тризубы, не было соответственно ни такого понятия, как тризуб шивы, не было ни культа шивы, ничего такого никто еще не слышал и не знал, и на территорию Индии какие-то уже выселки и дровидов, и аревычей на тот момент осуществились, но до какого-либо возникновения индийской, именно индоевропейской цивилизации было еще очень и очень долго. Также в общем-то и египетский культ кошки, когда уже на трипольской посуде активно изображали рысей во всех возможных позах, бегущих рысей, подтягивающихся рысей, в Египте еще никакого культа бастет ни разу не было. Когда трипольцы активно изображали статуэтки быков, никаких греческих мифов про Минотавра, никаких минойских, критомикенских культур, связанных с активным почитанием и использованием быков, также ни разу не было. До этого в некоторых случаях еще тысячу лет, в некоторых еще три тысячи лет от тех времен, когда наши предки времен трипольской культуры изготавливали все эти предметы. Все эти предметы, в которые они закладывали смысл, передаваемый ими от их предков. Например, в нижней посудине в данной витрине изображен орнамент из кругов, концентрических кругов, которые соединены спиралями. Это является символом перерождений, символом многопроявности Всевышнего. Символы связанные с рысами, но это само собой, это определенное почитаемое животное, тут тоже более-менее понятно. Опять посудина с изображением деления клеток внизу следующей витрины. И там одновременно посудина символизирует и черепную коробку, и в общем-то деление клетки, что показывает о том, что были познания и в медицинской отрасли. И если позднее зафиксировано то, что индусы знали о том, как делятся клетки, о том, как это все происходит, то как бы неудивительно. Вот трипольская посудина, на ней изображено, что клетка разделилась на две большие, и внутри этих двух больших происходит следующее деление клеток. Понимаете? Обычно считается, что трипольская культура это древние-древние времена, когда люди такие все примитивные. А тут опять посудина с изображением крылатого солнца. Вот тут ручка одновременно символизирует нос птицы вокруг вот этого носа головы птицы и глазиков таких своеобразных концентрические круги и также по обе стороны от концентрических кругов горизонтальные линии, которые символизируют крылья данного крылатого солнца. Присутствуют разнообразные каменные, очень тонко сделанные и бусы, и орудия труда. Это показывает трудолюбивость наших предков, которые даже камень тяжелый в своей обработке могли в каких-то случаях остатками древних высокоразвитых технологий, в каких-то случаях своим умением и трудолюбивостью могли его обрабатывать, придавая ему достаточно сложные, достаточно специфические формы. на территории будущей Московии во все эти времена кстати видите здесь каменные молотки, которые разбились и тут присутствуют только половинки, отбившиеся половинки этих каменных молотков, что говорит о том, как активно трудились наши предки. А на территории Московии в эти времена все еще росли леса, все еще ходили медведи, все еще в общем-то все было очень уныло. Как по данным картам видно, можете сравнить, что в общем-то тут речь идет о раскопках именно на территориях Одессины и связанных территориях, то есть Одесский археологический музей не является калейдоскопом, не является свалкой артефактов с какой-то обширной территорией, сопоставимой с Российской Федерацией. Более-менее здесь все свое и все, что как раз имеет прямую преемственность от мизинской культуры к трипольской культуре. Трипольская культура, как видите, тоже весьма неоднородна, весьма неоднозначно. Она достаточно долго развивалась, она имела разные свои ответвления и в сторону Европы, и в сторону Востока, какие-то выселки даже в северном направлении. В свое время выселками на Балканы была Тертери-Венчанская культура. В Тертери-Венчанской культуре нашли таблички с знаками, которые многие считают прототипом шумерской клинописи. С другой же стороны, в Украине, в Запорожской области существует памятник, который называется Каменная могила, где также присутствуют прототипы шумерской клинописи. Итак, с Северного Причерноморья данные традиции, данные наработки, данные знания по формированию письменности, они распространялись как в юго-восточном направлении и осели на территории шумера, где далее развивались, развивались, видоизменялись. Также туда пришло и изображение крылатого солнца, которое можете видеть и на этой трепольской посудине. А изображение крылатого солнца позднее будет и у шумеров, и у акадцев, у вавилоняна, сирийцев. И письменность, как и изображение крылатого солнца, также осела и на территории Египта, и на территории Балкан. Правда, на территории Балкан она не дала какие-то пышные свои поросли, как это было на территории Передней Азии. На территории Балкан позднее это все было заменено более удобными для массового использования письменностями. так или иначе все равно это было. Можно даже по Википедиям, по интернету найти венчанские таблички, тертерийская культура, можно найти соответственно изображение табличек с календарными и другими надписями, часть из которых также стилизирована и под меандровую вязь, которая снова же роднит их с мизинской птичкой, с свастической орнаментикой на трипольской посуде, потому что тертери-венчанская культура как ни странно является юго-восточным, точнее юго-западным ответвлением трипольской культуры. А вот восточным ответвлением, кроме прото-шумерской цивилизации, является и Андроновско-Аркаимовская страна городов, где подобно меандровому орнаменту на спине мизинской птички, подобно крестообразным меандровым и свастическим орнаментам на трипольской посуде, весь город представляет из себя большой стилизированный под свастический знак знак Ротая. Аркаим в своей планировке имеет подобие с Ротая Гипербореей, что, в общем-то, показывает истоки аркаимской цивилизации. Однако Аркаим не мог иметь прямое отношение к Ротая Гипербореи, поскольку нет археологической преемственности на той территории, на восточной территории, на территории Поволжья и Южного Урала, на нашей же территории. Преемственность от Гипербореи северного континента дальше мизинская культура, трипольская культура есть. Вот одна из стел поздней трипольской усатовской культуры. Тут присутствует изображение быка, изображение человека, ну, точнее, человекообразной фигуры и знаки, которые, в общем-то, в Тертери-Венчанском аналоге были знаками письменности. Хочу обратить внимание на то, что здесь изображен человек бровями вверх, а брови, растущие вверх, это именно особенность дровицкой генетики. И с подобными особенностями изображены люди и на предметах Тертери-Венчанской культуры. Когда изображены семиты, они изображаются с бровями домиком или с бровями полумесяцем. Классические аревычи часто изображаются с ровными бровями, ровно-горизонтальными бровями, с небольшими соответственно ответвлениями вверх или вниз ввиду наличествующей у них дровицкой или соответственно семитской генетики. А тут изображение именно бровей вверх, что характерно именно дровицкой генетики. Также прямые преемственности народов, цивилизаций, которые были на нашей территории, которые автохтонные, которые, в общем-то, стали прототипами в своем расселении для многих культур, многих народов на протяжении истории человечества. Официальная трактовка не особо анализируют эти все артефакты, часто просто как бы фиксируют, что да, была трипольская культура, да, она достаточно древняя, но дальше уже вступает в силу политика. А общий установилось так, что считается, что истоки цивилизации это в Египте, это на Ближнем Востоке, и если там находят какие-то древние артефакты, сразу за них хватаются. Если находят что-то на нашей территории, ну, как бы это и не особо опровергают, за исключением некоторых самых таких уже интересных случаев, а просто сохраняют, как бы, ну, типа, вот, нашли. С одной стороны, тут и нюанс, что в отличие от Египта, на нашей территории не было такого количества древних каменных храмов, которые были бы засыпаны песком и хорошо сохранились бы. У нас другой климат, и на нашей территории многие сооружения делали из дерева, из глины, из комбинированных материалов, где для фундамента и основных несущих конструкций использовался камень, но также использовалось дерево и использовалась глина. Такие сооружения недолговечны, в отличие от мегалитических именно каменных сооружений в Египте. Кроме того, на нашей территории не было такого какого-то опустевания, как это произошло в Египте, когда в него пришли арабы, ведь арабы вырезали значительную часть доарабского населения Египта обратили остальную часть в Ислам и те древнеегипетские храмы, которые использовались даже еще ранними христианами в Египте, во времена прихода арабов просто остались наедине с пустыней, они покрывались песком и отчасти именно это обусловило то, что они в общем-то очень хорошо сохранились до времен когда уже европейские, английские, французские исследователи пришли их раскапывать и изучать. На нашей же территории такого не было и такое не могло быть, потому что даже когда какой-то мегалитический храм строили или дворец, но данное сооружение послужило, допустим, своим целям, а потом соответственно его или реконструировали или разбирали и стройматериал использовали для других нужд и таким путем из одних и тех же камней могли собирать на протяжении всей истории десяток, а то и несколько десятков разных сооружений. Соответственно, первые сооружения не могли сохраниться. кроме того, если какие сооружения делались с преобладающим или значительным, а иногда и основным использованием дерева, они со временем сгнивали. То же, что делалось из глины, также разрушалось. То есть у нас другие особенности в отличие от Египта, но у нас сохранялись обычаи, у нас из поколения в поколение передавались знания, сохранялась рахманская традиция, которая сохранила свои знания намного в более чистом виде, чем в Египте, где да, первые поселенцы, которые пришли в Египет, они обладали ведическим знанием, полным и достаточно качественным, но позднее в Египте случилась фрагментация, разные номы сохраняли отдельные какие-то свои аспекты ведического знания, и хуже того случилось, когда искусственно эти разные осколки ведического знания пытались привести к единому знаменателю, во времена, когда тот или иной ном захватывал весь Египет и решал, что тут уж нужно все остальные аспекты осколки древнего знания заформатировать под собственные представления о мире, о этих самых знаниях. Что естественно вело к потере знаний, что естественно вело к искажениям знаний. в Египте активно использовали практики мумификации, в то время как в Индии и в Тибете активно практиковали практику самадхи. Тут вы видите трипольские статуэтки, которые изображают мумии, как, в общем-то, мумии мертвых людей, так и тех людей, которые на старости лет сели в медитацию, прекратили соответственно питаться и постепенно высыхая становились поначалу еще живыми мумиями, потом их покрывали мазями, травами, им давали специальное питье, которое как бы консервировало их тело начально еще при их жизни, распространяясь по еще живым венам данных людей. А постепенно уже просто обрабатывали данные тела, когда они умирали. Это было важно, чтобы создать как бы нетленные мощи своих предков. Сами же сознания данных предков, в отличие от других случаев, не покидали тела, а оставались как призраки, привязанные к своим мумифицированным трупам. И с того света практически они были призваны подсказывать и помогать своим предкам и следующим поколениям своих родов. Поэтому, в частности, в тех случаях, когда род разделялся, и у каждого из витков рода как бы было желание как-то сохранить связь со своим предком, некоторые уходящие могли взять частицу плоти данного предка, замуровать в глиняную статуэтку скорченной такой фигуры и увезти с собой. Это знаменовало, что хоть основная мумия предка и останется с его прямыми потомками, но все равно какая-то связь со своим древним предком и у переезжающего витка рода так или иначе сохранится и в общем-то будет поддерживаться какая-то связь поколений. Поэтому данные статуэтки усопших также активно в древней трипольской культуре создавались, а сейчас археологи когда раскапывают трипольские, особенно поздние трипольские поселения находят данные статуэтки в очень большом числе. Как я уже говорил, это параллель, это связь, которая в индийском варианте проявилась как самадхи, а в Египте разрослась пышным древом практик мумификации. Но это поскольку представители трипольской культуры прото-эндоевропейцы активно расселялись. В расселениях им помогали одомашненные кони и колеса, которые как в древнейшем своем варианте в общем-то найдены на этой же территории. Вот в частности древесные остатки древнего колеса, которая использовалась, которая далее воспроизводилась, далее совершенствовалась нашими предками. В Одесском археологическом музее рядом с данным артефактом на стенах присутствуют графические реконструкции того, как предполагается, что выглядели повозки, на которых могли переселяться соответственно протеиндоевропейцы. Ну и само данное колесо это тоже достаточно важный артефакт. На территории Московии в те же времена естественно никаких колес ничего такого и близко не было. также в общем-то можно видеть и каменные разнообразные орудия труда, можно видеть каменные топоры достаточно качественные, у некоторых чуть ли не зеркальная поверхность. Правда лучше из данных экспонатов вывезены, и хранятся в Московском историческом музее. А те, что хранятся в Одесском археологическом музее, хоть все равно поражают качественностью обработки камня. Видно, они даже блестят, и у некоторых из них чуть ли не зеркальная поверхность. И это все при том, что это камень весьма прочных, весьма твердых, весьма сложных в обработке пород. А наши предки его шлифовали. И даже при использовании высоких технологий все равно тут нужно и умение, тут нужно и понимание, и трудолюбие, и разум, и чтобы руки, так сказать, из правильного места росли, чтобы, соответственно, придумывать ребра жесткости для данных каменных топоров, чтобы обрабатывать их, чтобы продумывать то, как оптимизировать форму данных изделий, какие каменные топоры нужно использовать соответственно в военных целях, какие в строительных, какие в охоте, какие еще в каких целях. в те времена существовало огромное количество разновидностей каменных топоров, каменных молотков и, естественно, это разновидности не чисто потому, что как бы делали просто что-то, а почему бы не сделать. Делали то, что было нужно, делали то, что было полезно, за что покупатель этих предметов или заказчик этих предметов соответственно платил то, что соответственно для него было удобно и мастера состязались в том, насколько оптимизирована под соответствующую отрасль деятельности они могут сделать тот или иной каменный молоток или топор. В общем-то каменные топоры, каменные молотки можно видеть и во многих других музеях и на территории Украины и на территории других стран. В те времена, во времена катакомбной культуры, поздней трипольской культуры, усатовской культуры, ямной культуры уже шло активное расселение индоевропейцев как в сторону Европы, так и в сторону Азии. Уже были хетские волны соответственно в южном направлении были другие волны. То есть расселение народов активно осуществлялось. Но многие собственно такие экспериментальные версии в своей разработке, в своем начале или в каких-то зачаточных формах можно найти именно на территории Украины. И далее с нашей территории уже более-менее стандартизированные образцы тех или иных изделий распространялись далее. А в свою очередь осмыслялись и создавались новые какие-то образцы. Какие-то образцы не приживались, какие-то наоборот приживались и активно использовались. можно видеть и захоронения. Хоть в основном в те времена практиковали трупосожение, но можно видеть и захоронения, поскольку это тоже было важно. В некоторых случаях, в каких-то случаях наоборот старались сжечь труп, в каких-то случаях делали мумию, в каких-то случаях могли практиковать обычное захоронение, иногда даже парное захоронение, где хоронили соответственно супружескую пару. При этом это далеко не аналог индийского аналога обряда сати и далеко не аналог египетских практик, когда фараон умирает и ему в могилу ложат и его жену одну первую, вторую, десятую, его слуг и еще там много кого. Это совсем другие практики, когда второго умершего могут захоронить соответственно намного позже смерти первого умершего, но просто хоронят их вместе, почему бы нет. Иногда поначалу умершего могут мумифицировать и только спустя несколько поколений, когда он уже вознесется, его тело захоронят. Это отдельные обряды, связанные с наукой Крудовидья, это то, что следует разбирать отдельно и весьма пристально и весьма глубинно. на предметах поздней Трипольской культуры, далее Усатовской и Катакомбной культуры также присутствует и календарная символика. В те времена также начинают создаваться антропоморфные стелы. И антропоморфные стелы, как допустим данное, они переживают тысячелетия, когда поначалу создается антропоморфная в общем-то стела, где видна голова, где отдельно присутствует шея, отдельно туловище, отдельно на туловище намечены руки и отдельно внизу существуют ноги. Но позднее данная статуя то ли под влиянием природных процессов, то ли нападений каких-то врагов данная статуя ломается, у нее отпадает, отбивается, отламывается намеренно или нет голова, у нее где-то вообще теряется вся нижняя часть. И естественно новую голову намечают на месте бывшей шеи. Таким путем голова получается как бы утопленная в плечи. но данную статую не выкидывают, ее продолжают использовать, ее продолжают почитать. Именно эта статуя является статуей или мудробога, или числобога. Соответственно или Всевышнего в проявлении бога мудрости, или самого бога мудрости и знаний в мироздании. также позднее данные статуи будут активно использоваться и кемерийцами и в общем-то скифами и другими. Это уже времена даже ранних кемерийцев. Если брать династическую хронологию, то данная статуя это уже как раз кемерийские времена, хоть еще и самые-самые ранние. Но в общем-то уже основы того, что будет использоваться далее, складываются и существуют и символы, которые тянутся с гипербореи, с мизинской культуры и разрабатываются новые иконографические и символические разные мотивы. И в символике далее кемерийцев уже классических в символике скифов, в символике сарматов, в символике славян все это будет сохраняться, передаваться и далее как-либо совмещаться, модифицироваться, развиваться. Сейчас я уже продемонстрировал материалы на протяжении часа и семи минут. Часа и семи минут, а это еще мы не прошлись даже полностью по первому залу Одесского археологического музея. Еще артефактов достаточно много. Вот реконструкция древних жилищ. Это полуземлянки такие, когда в отличие от трипольских поселений изменился отчасти климат, территории Украины стали намного более суше. То есть в Триполье еще были проблемы, потому что не так давно отошел ледник, а к этим временам уже и благодаря правильному ведению хозяйства во времена трипольской культуры и благодаря естественным процессам наши территории значительно высохли и возникла возможность создавать землянки, где просто наполовину это даже не полностью землянка, это полуземлянка, где низ получается в земле прорыт, далее созданы некоторые стены и создана крыша. Благодаря такой конструкции данные дома и теплее, чем дома трипольской культуры. И все же крыша, если сделать ее пышной, она надежно защищает от подтоплений, и в общем-то это очень тоже удобно и важно. Тут еще можно видеть булаву. Булаву с четырьмя отростками. Подобная булава, кстати, представлена и в Московском историческом музее, куда она вывезена с наших территорий. А тут, в общем-то, булава, которая, ну, в общем-то, тут и найдена, тут и демонстрируется. Булава, рядом разные костяные изделия, разные другие каменные изделия, ступки, что, в общем-то, показывает о активном ведении хозяйства, сельского хозяйства, использовании специй, соответственно, нашими предками. Булава с четырьмя отростками, это и также некая отсылка к крестообразной ротайской символике и отсылка к четырем стихиям. И, в общем-то, булава, как тот символ, тот атрибут, который у наших предков продолжал использоваться и во времена Ржечь-Посполитой, в частности, казаками. На территорию Египта булава была также принесена и на территорию Индии, и на территорию Хейти, и на территорию Персии булава была привнесена. Но там, спустя время, она была как привнесена, так и потеряна. И оставалась или в качестве очень специфического военного оружия, или в качестве какого-то очень архаичного атрибута правителей. В Руси Речи Посполитой Украине булава использовалась и как атрибут правителей, и, в общем-то, использовалась как одно из боевых орудий и сохраняла в себе соответственно ведическую символику. То, о чем я сейчас говорю, очень хорошо иллюстрируется артефактами из львовских музеев. Но об этом можно соответственно поразмышлять, просматривая мои съемки в львовских музеях. То уже булавы как раз времен Ржечь Посполитой. Тут же как раз времена ранней Кимерии в частности присутствуют и металлические орудия, например, как данный клинок. Во времена Кимерии активно развивали тему использования металлов. Если во времена Трипольской культуры с использованием металлов было еще все очень туго и позднее развивался именно бронзовый и медный век, то есть активное использование бронзы и меди, то позже уже стало понятно, что с этим есть проблема, потому что если использовать всего лишь медь, орудие очень неудобное в использовании, оно очень слабое, оно очень быстро гнется, оно не имеет достаточной прочности, чтобы резать и с этим все очень сложно. Если же, чтобы из меди делать бронзу, в нее добавлять олова, возникает проблема с тем, что тут недостаточно уже одной руды, то есть недостаточно просто найти медную руду, нужно найти и медную руду, еще и оловянную руду, и нужно еще иметь знание о том, как эти руды совместить и при нужной температуре, и нужной концентрации, консистенции, и при нужных условиях все это выплавлять, и только так получится качественная бронза. Отчасти это было необходимо, отчасти таким вот методом и пошли на каком-то историческом этапе, но прекрасно осознавали, что это очень неудобный метод. И позднее, уже во времена Кемерийской державы, Кемерийская династия активно экспериментировала с тем, как с бронзы перейти на железо. И далее Кемерийцы, в общем-то, это те, кто эту технологию активно развили, активно внедрили, и от кого позднее железную технологию заимствовали основные народы. Именно Кемерийцы, именно в Северном Причерноморье создали основные понятия о том, как изготавливать качественное железо и как с ним дальше работать. Поскольку в отличие от литья из бронзы, с железом часто нужно было работать, его нужно было ковать. Поэтому в среде Кемерийского общества в качестве склейки промышленников и священнослужителей развилась каста кузнецов. Даже часть киевической княжеской элиты в общем-то стала основой для данной касты. Именно поэтому слово Коваль и слово Киевич в общем-то взаимосвязаны. В общем-то слово Коваль Кузнец развилось из слова Киевич. И в иранском аналоге оно звучит как Кави. Каеви Киев Киевич в прототипах соответственно кемерийских. Российское слово Кузнец оно очень позднее очень оставляющее желать ему не пойми чего. Но украинское слово Коваль достаточно неплохо передает общую индоевропейскую основу и близко иранским аналогам. И интересно что в иранской традиции одна одна из древнейших династий в общем-то и называется династией царей кузнецов. Потому что да тайны обработки железа были очень важным секретом в Кемерийской династии. Как в нынешней цивилизации ядерные технологии определяют в общем-то военное преимущество одних стран над другими, так и в те времена возможность и умение обрабатывать железо и изготавливать из железа качественные мечи, качественные наконечники стрел, копий, качественные серпы, орудия труда, качественные даже гвозди для колесниц все это было важно для технического преимущества над другими династиями, над другими народами. В общем-то тут же можно видеть и артефакты, которые по недоразумению тут на фотографии можно видеть артефакты, которые по недоразумению хранятся в Московском историческом музее, а так тут хранятся формы, формы для выплавки как раз металлических оружий и орудий. Металлических оружий и орудий. Вот фотография предметов, которые хранятся в Московском историческом музее по недоразумению привезенных туда. тут видны и металлические в общем-то орудия, оружие точнее, наконечники копий, клинок. И там же видны и там же видны и соответственно каменные топоры высококачественной обработки. каменные топоры высококачественной обработки, о которых я говорил, о которых у меня на канале есть соответствующее видео, с чем также в общем-то можно при желании ознакомиться. также обилие форм, обилие разных металлических изделий показывает то, как на нашей территории наши предки активно с этим всем экспериментировали. Далее присутствует еще одна антропоморфная стела, которая также пережила очень много испытаний, также здесь голова неавтентичная, также здесь голова сделана на месте былой шеи, поэтому она кажется несколько впалой в плечи. Неизвестно ли автентична ли нижняя часть, или также здесь изначальный низ отбит, но по крайней мере или из-за особенностей породы, или из-за других нюансов данная каменная стела сохранилась намного лучше, чем предыдущая. Это изваяние Всевышнего в его форме как магарзарь. Магарзарь это проявление Всевышнего как великого резчика, великого творца мироздания, который создает нечто совершенное, отсекая все лишнее. Если посмотреть на то, как тут изображено лицо, то во многом оно вторит трипольским разнообразным посудинам, трипольским статуэткам. На туловище данного изваяния изображены топоры, изображены другие орудия труда, которыми в символическом смысле как бы Всевышний в общем-то и обрабатывает Вселенную, изготавливая как бы некое совершенное изваяние из изначально бесформенной материи. По бокам присутствуют насечки, которые символизируют солнечные лучи Всевышнего, как то самое в общем-то орудие, как физическую, реальную форму того символического орудия, которым Всевышний в общем-то и обрабатывает Вселенную. Изображение лучей, заканчивающихся ладонями, можно найти на территории Египта, это свойственно египетскому культу Атона, но также, как видно по данной статуе, прототипы этого можно видеть в Северном Причерноморье. Дальше тут видна еще одна кемерийская посудинка с волнообразно спиралевидным пост-трипольским кемерийским орнаментом. Все это как раз предметы древних кемерийских времен с соответственно кемерийской символикой. Многие предметы можно провести параллель по их дизайну с трипольскими предметами, потому что в общем-то что ж удивляться, чему ж удивляться, если это преемственность поколений, если на нашей территории не было такого, чтобы наша территория становилась пустыней и здесь никто не жил, не было такого, чтобы на нашу территорию приходил какой-то условно злобный враг, захватывал эту территорию, нас отсюда выселял и здесь жил вместо нас. На нашей территории спокон веков жили наши предки, передавали наше ведическое знание, передавали нашу ведическую символику и оптимизировали те или иные способы иконографического изображения, почитаемых философских идей, передавали и совершенствовали способы ведения хозяйства, способы создания тех или иных предметов, полезных для ведения хозяйства. В частности, на данных посуденных кемерийских времен, на данных металлических предметах кемерийских времен, можно видеть орнаменты, которые, если сравнить с трипольскими, то однозначная преемственность. Как клинообразные, соответственно, символы, как, допустим, даже на ножнах данного кинжала, так и много чего другого. Ниже под этим кинжалом присутствуют изображения символических рогов изобилия, а по центру присутствует опять символ северного континента Ротайи Гипербореи, состоящего из четырех островов, разделенных четырьмя реками, реками, вытекающими из центрального пятого острова, на котором находилась гора Меру. Опять видна карта, археологическая карта с территорий, откуда взяты те или иные артефакты. По карте видно, что артефакты взяты именно с нашей местности, они привезены сюда не пойми откуда. В этом отличие Одесского археологического музея от Московского исторического музея. Одесский археологический музей показывает наше. Одесский археологический музей является гордостью наших предков. Московский исторический музей является позором, символом воровства московитов, которые посвозили к себе артефактов отовсюду. И с нашей трипольской культуры, и с Алтая, и с Хакасии, и с Кавказа, еще не пойми откуда, посвозили к себе артефакты от культур, от народов, не имеющих к ним никакого отношения. Вот, кстати, в более лучшем варианте тут видеокадры посудины, на которой присутствует волнообразный трипольский орнамент, но это кемерийская посудина, то есть преемственность поколений, преемственность цивилизаций. Также серповидные лунницы, которые тут показаны, в общем-то активно будут использоваться и во времена даже Киевской Руси. Поэтому это еще один нюанс преемственности поколений. Преемственности символов, преемственности обычаев, преемственности орнаментов. На данных ножнах присутствуют клиновидные узоры, которые, естественно, связывают Северное Причерноморье с клинописью, так как клинопись на нашей территории также в свое время существовала. Единственное, что, что у нас клинопись не особо прижилась и для кемерийцев уже клинопись воспринималась как нечто чрезвычайно архаичное. С клинописью экспериментировали еще во времена до Трипольской культуры и ранней Трипольской культуры. Тогда как раз случилось ответвление в Тертери-Венчанскую культуру, ответвление в Переднюю Азию, в Междуречье Тигра и Ефрата, где сформировалась позднее Шумеро-Акадская цивилизация. И у нас уже было два варианта, когда соответственно существует система сокращенных рисунков, то есть протеиероглифов, и когда существует клиновидная стилизация общих очертаний данных иероглифов. И, в общем-то, две данные системы занесли и на территорию Передней Азии, где поначалу, как и в Египте, развивалась иероглифическая система, а потом поняли, что, в общем-то, удобней оставлять клиновидные насечки и так кодировать информацию. Тут еще одна кемерийская стела с соответственно символикой, соответствующими кемерийскими орнаментами. Это уже что свойственно кемерийской цивилизации средних времен. уже не самым древним этапом развития кемерийской династии кемерийского общества, когда они развивались по сути еще из трипольской культуры, но еще и не самым поздним, когда уже кемерийцы переселились соответственно на территорию Передней Азии и там сформировали Ахименицкую империю. Это времена, когда как раз они еще находились на Северном Причерноморье перед тем, как им пришлось покинуть это самое Северное Причерноморье. О том, почему и как кемерийцы покинули Северное Причерноморье, можно послушать в соответствующих моих видеозаписях по теме Ахименицкой империи, по теме Кемерийского исхода, по теме Боспорского царства и всего, что с этим связано. На моем канале присутствуют уже десятки видеозаписей на данную тему. Конечно, в те видеозаписи я не встраиваю такое обилие артефактов, которое можно видеть в Одесском археологическом музее, потому что ну а зачем? Ведь по большому счету просто показывать артефакты, артефакты это не то. Артефакты нужно анализировать. Сейчас я показываю кадры из Одесского археологического музея и по возможности кое-что поясняю. В частности, можете вот посмотреть на этот спиралевидный орнамент и покрутить видео в начало там, где присутствуют спиралевидные орнаменты на трипольской посуде. Вот вам еще одна параллель между, ну точнее преемственность между трипольской цивилизацией и кемерией. И тут на самом деле и по данной стеле, и по отдельным трипольским посудинам можно говорить часами. Можно взять эту стелу, сфотографировать ее с разных сторон, что я и сделал, и взять отдельные аспекты ее орнамента и рядом разместить фотографии мизинских орнаментов, трипольских, и показывать, и долго достаточно или рассказывать, или расписывать о том, какая часть ее символики с какими соответственно мизинскими или трипольскими орнаментами соответствуют. Также, что касается и антропоморфных стел, и трипольской посуды, и многого чего другого. Сказать есть о чем, но, естественно, это может занять часы, а то и дни объяснений. Поэтому подписывайтесь на канал, изучайте, и да пребудет с вами разум. Идем далее по Одесскому археологическому музею, и пока для целостности картины пропустим греко-римские залы, и перейдем далее. А далее можно видеть то, что на наших территориях определенное такое грубое каменное зодчество, оно существовало с тех древних времен, образцы которого я демонстрировал с первого зала, до, соответственно, более поздних времен. И даже некоторые поселения, которые считаются наполовину греко-римскими, во многом они также перенимали части нашей местной культуры. Тут даже не особо хорошо можно отличить где пролегала четко грань между славянами, которые имели контакты с греко-римлянами и, соответственно, греко-римлянами, которые оседали на славянскую территорию, на славянскую почву и славянизировались. Это вот такой небольшой зайчик, который находится между греко-римским залом, который мы пока пропустили, но позже я и про него скажу, и последующим скифа сармата протославянским залом. Вот тут есть и человеческие останки, есть и некоторая посуда, материалы из захоронений. Посуда в принципе стандартная, интереснее будет другое, интереснее будет среди многой символики, среди многих, так сказать, ритуальных украшений. Позже будут продемонстрированы и девятиконечные, и шестнадцатиконечные звезды, и восемнадцатиконечные звезды, что являются символами во-первых, девятимесячной календарной системы, во-вторых, что являются символами некоторых расширительных концепций славянского зодиака. Потому что расширительных концепций славянского зодиака также существовало несколько, и в общем-то они отличались именно по философской принадлежности, они отличались именно по тому, насколько объемно и насколько многогранно они могут описать астрологические процессы влияния космических энергий на планету и на тех, кто на этой планете рождается. Вот, в общем-то, нужная витрина. Конечно, стекло, конечно, освещение зала не слишком яркое. И, конечно же, поэтому я в этом видео совместил по сути дела видеозаписи с моих разных походов в Одесский археологический музей. В общем, за время своей проповеднической деятельности с разными людьми я ходил в Одесский археологический музей более сорока раз. Я водил и последователей рахманской традиции, людей, которые интересуются ведическим знанием. Я водил в Одесский археологический музей эзотериков, я водил в Одесский археологический музей депутатов, даже тех, которые приезжали из Киева и не могли понять, зачем вообще это все нужно. Я водил в Одесский археологический музей и людей, которые понимают священную миссию Украины, которые готовы принять священное будущее Украины. и водил в Одесский археологический музей людей, которые заблуждаются в своем мировоззрении, которые придерживались ошибочных христианских или других каких-то концепций. Они имеют на это право по нынешнему законодательству, по нынешнему устройству цивилизации, но если в том же христианстве, в большинстве современных идеологий и религий постулаты этих учений никак не доказуемы, то есть просто говорится, что типа ну поверьте, что это было так, а я говорю вот смотрите раскопки, вот смотрите города созданы по ведическим мотивам даже в сути своей планировки, я говорю вот смотрите продолжение каменного зодчества, которое идет с древнейших времен с трипольских до трипольских, которое развивалось в Кемерии и дальше получило развитие во времена скифов, сарнатов, славян соответственно, я показываю предметы, на которых изображена девяти месячная и шестнадцати зодиакальная календарная система, восемнадцати зодиакальная календарная система и говорю смотрите соответственно это было да допустим шестнадцати знаковая календарная система она отличается от хиневической достаточно сильно несмотря на то что и там и там шестнадцать знаков зодиака и является всего лишь по сути урезанной версией восемнадцати зодиакальной календарной системы но так или иначе в ведической системе знаний и она есть и можно найти предметы которые вот лежат в музее их не съели рептилоиды их не спрятали масоны они есть вот именно вот эти разнообразные не посудинки которые сейчас видны а как раз вот эти украшения которые сбоку снизу сбоку по центру на данной витрине находятся именно они своими вот этими элементами как раз и символизируют и девятимесячные и восемнадцати зодиакальные календарные и зодиакальные соответственно системы и на посуде которая рядом тут присутствует видно продолжание продолжение трипольских элементов видно что базово это знание не было на нашу территорию привнесено несмотря на то что тут же присутствуют камни с латинскими надписями несмотря на то что в общем-то греки и римляне влияли на северное причерноморье по крайней мере в прибрежных регионах но в отличие от греков и римлян которые всего лишь влияли наши предки сохраняли свои обычаи свои традиции свое знание и передавали что в общем-то сохранилось и что в общем-то скоро вы увидите видео с скифа-сармата славянского зала его по сути в хронологическо-смысловом смысле есть смысл осматривать фактически сразу же после завершения осмотра первого зала поскольку в первом зале мы заканчиваем кемерийскими временами и можно зайти в этот небольшой зальчик в эту комнатку посмотреть что да на наших территориях в общем-то были греко-римские вкрапления и дальше соответственно перейти в скифа-сармата славянский зал дальше дойти до конца времен киевской руси дальше в самом крайнем зале просмотреть египетские артефакты а потом перейти к греко-римским так сохраняется более целостная картина так сохраняется прямая хронологическая историческая нить преемственности между кемерийцами вот начинаем допустим даже с этой статуи на этой статуи все-таки видна голова в отличие от ранее демонстрированных кемерийских статуй просто потому что эта статуя лучше сохранилась просто потому что не пришлось еще ее радикально как-то модифицировать также тут также есть голова которая не является шеей если бы соответственно данная статуя была бы повреждена точнее голова данной статуи была бы повреждена пришлось бы новую голову делать из элементов шеи и поскольку плечи уж сильно сдвинуть вниз было бы достаточно тяжело то в общем-то пришлось бы делать все как в ранее продемонстрированных вариантах где голова практически утоплена в плечах это то что уже зафиксировано за скифский период статуя скифских времен и далее переходим к витрине на которых присутствуют останки соответственно скифских кольчуг это чешуйчатая скифская кольчуга где в общем-то очень много звеньев даже это не совсем кольчуга кольчуга по сути из колец а это такой звенья сегментчатый доспех доспех в котором сегменты прикреплялись или звеньями или просто пришивались к кожаной основе и также присутствуют остатки копий остатки стрел остатки других предметов которые связаны в первую очередь с воинским делом с скифскими воинами на схеме показано приблизительно какие остатки доспеха в какой части в общем-то обмундирование воина соответствуют и также сбоку присутствуют гальванические копии рукояти меча присутствуют кстати посмотрите здесь головы тура быка смотрящие в разные стороны присмотритесь к высокой качественности вообще проработки всех деталей и данной рукояти меча и соответственно сбоку присутствует изображение птаха если не ошибаюсь это скировоградской области скургана но это гальваническая копия и также присутствуют другие предметы гальванические копии и реально остатки каких-то древних артефактов полу истлевших которые демонстрируют то как в общем-то это все было на самом деле и и по реконструкции данной кибитки и в общем-то по данным артефактам можно сделать некоторые выводы о искусстве а как следствие о мировоззрении даже о знатных регалиях и валюте тех времен вот эта спираль это спираль это гривна некоторые современные недоисследователи даже считают что данные спиральные гривны одевали на шеи коням но если вы хорошо присмотритесь к данной спирали то заметите что для конской шеи она слишком узкая а вот для человеческой шеи как раз представители знати князья часто носили подобные гривны на шеях как правило на шее носилась самая дорогая самая элитная гривна которую князь получил от вышестоящего князя и она символизировала определенную награду определенное признание прав направления и заслуг данного князя на запястьях или на лодыжках князь мог носить менее важные гривны ну и также соответственно вообще уже ненужные ему гривны князь мог отдавать своим подданным соответственно в качестве признания их заслуг соответственно в качестве некой зарплаты ну и далее когда приходилось им уже у своих подданных у обычных граждан что-то покупать когда они хотели тратить целую вот такую гривну ее могли разрубить на две части или на более гривны делались фиксированного веса поэтому поэтому тут видите фотографию пекторали сверху и видите скифские штандарты это в общем-то навершие штандартов разных скифских военных отрядов у кого-то как видите это был птах у кого-то грифон птах здесь кстати тризубообразный что говорит о преемственности геральдики что говорит о том что не какие-то абстрактные варяги с скандинавии принесли нам символ птаха а что это один из исконных наших символов и в общем-то какая-то часть нашей династии в свое время перебралась и на территорию Балтики а потом с территории Балтики когда основная часть династии угасла та бывшая боковой ветвью часть династии вернулась на территорию Киевской Руси и возродила эту самую Киевскую Русь также видите снова реконструкцию точнее гальваническую копию ножен гальваническую копию скифского золотого оленя видите другие разнообразные скифские предметы которые своей качественностью своей проработанностью очень много что говорят о о скифской культуре видите реконструкцию графическую скифского кургана которая показывает насколько продуманным было захоронение насколько все это вообще развито не хуже чем египетские пирамиды и гробницы отнюдь не хуже и по сути дела наши курганы это то же самое что скифские гробницы просто у нас это сделано из земли и потому что у нас это сделано из земли то соответственно оно имеет больше шансов разрушиться но с другой стороны оно оставляло и больше возможностей для потомков в дальнейшие годы в дальнейшие десятилетия реконструировать захоронение своих предков и делать данные курганы все более и более грандиозными когда-то потомки осуществляли данное действие когда-то нет это уже зависело от хитросплетений истории от того как в общем-то была у потомков возможность или нет тут была продемонстрирована и статуэтка змеинокой богини и фотография еще одной скифской каменной статуи опять уже кадры из другого похода в музей опять же демонстрируют штандарты скифских военных подразделений как видите у скифов весьма развита геральдика в отличие от тогдашних других всевозможных товарищей ну позднее римляне конечно же когда создадут империю они переймут себе тему с геральдикой и там у каждого легиона будет свой штандарт будет свое знамя и так далее но в древние времена именно скифы ну их предки кемерийцы а также египет это были две такие системы у нас это скифо-кемерийская система в египте это в общем-то египтяне это были две единственные системы в которых была чрезвычайно развита геральдика в ассирию хоть кемерийцы и привнесли некоторые элементы геральдики но там это не особо хорошо прижилось соответственно хето-хатские формирования которые также состояли из кемерийских и скифских выселок туда поначалу также была привнесена классическая геральдика но также она там позднее угасла на нашей территории геральдика активно развивалась и позднее геральдика перешла и распространилась по всей средневековой Европе тут видно еще одна такая каменная стела на которой изображен воин который держит в одной руке щит в другой руке копье то есть наши предки умели изображать наши предки имели и вооружение и имели средства защиты не хуже любых других своих современников а в некоторых случаях и лучше тут в частности видна реконструкция рельефа с изображением соответственно на скит скелура и палака и также барельеф с изображением конного палака это цари крымской скифии и в общем-то много других артефактов которые касаются именно тех времен с другой стороны зала присутствуют уже артефакты касающихся ранних славян касающихся так называемых гунов и касающиеся того что в общем-то предшествовало Киевской Руси вновь пока возвращаемся к скифскому периоду осматриваем эту стелу переходим к следующей витрине тут как раз артефакты крымской скифии это не совсем непосредственно Одессина но все равно связано с северо-причерноморским регионом то есть все равно нельзя сказать что в Одессу свезли артефакты вообще с каких-то территорий которые с Одессой никак не связаны Крым был активно связан с Ольвией с Боспором Боспор имел свои выселки также на территорию западного причерноморья все северное причерноморье было очень хорошо взаимоинтегрировано а в глубокой древности даже существовал проект циркумпантиды то есть идеи совмещения всего причерноморья в одну культурно-историческую политическую экономическую системы и культурно-исторически северное причерноморье и так было достаточно взаимосинхронизированным а вот восстановить политическую целостность северного причерноморья баспоропантийский царь Митридат Евпатор конечно же попытался но у него это не совсем получилось точнее на незначительный промежуток времени получилось но потом греко-римские силы смогли у него и у его потомков отжать это все виден предмет в общем-то сарматской тамгой ну и видны другие предметы сарматского периода потому что да в северном причерноморье в определенный исторический период скифы которые ранее заменили кемерийцев также были заменены сарматами это не смена народов это даже не то чтобы смена цивилизаций в цивилизационном плане как скифы продолжили очень много наработок кемерийцев так и сарматы продолжили значительную часть наработок скифов но в династическом плане конечно же кемерийцы были отдельной династией которая конечно же была связана со скифской династией и даже сарматской и скиевической и с другими но так или иначе все равно это были отдельные династии тут также есть следующие статуи которые также выглядят достаточно грубо не то чтобы наши предки не могли делать какие-то чрезвычайно антропоточные статуи на которых в точности изображены все пропорции человеческого тела могли изготавливать и изготавливали но в некоторых случаях полная антропоморфность считалась нежелательной чтобы у славян не возникло идолопоклонничество типа того которое бытовало у греков в других случаях подобные статуи были всего лишь дорожными указателями к храмам или были всего лишь теми частями алтаря теми частями land капища святилища которое находилось под открытым которое находилось под открытым небом и в самом музее было множество таких нюанс и в самом музее было множество таких нюансов когда в общем то И смотрители выходили и говорили, нет, Ари, ты все не так объясняешь людям, сейчас мы по-своему объясним Кстати, насчет этого камня Смотрительница вышла и сказала Символизм этого камня обозначал, что типа тот или иной князь просто пасет коров Ну, у меня нет чего сказать вообще по этому поводу на самом деле Просто царь пасет коров Мое предположение трактовки, это тамги, которые являются как бы подписями отдельных сарматских родов Но вероятнее всего это происходило или на святилище Велеса Или с представительством каких-то волхвов, или еще с чем-то Поэтому в центре изображена, в тамгическом стиле изображена голова быка или коровы И вокруг изображены тамги отдельных родов Если бы всего лишь один князь хотел сказать, что он пасет здесь коров Ему не было бы смысла, чтобы другие всевозможные князья оставляли здесь свои тамги Больше того, а для кого князю говорить, что он пасет здесь коров? Для коров? Для, не знаю, его пастухов? Или типа это другие князья подписались, что они не будут ходить на его угодья Как-то бессмысленно Логичнее было бы даже предположить, что этот знак является пастбищем общественного какого-то предназначения Где как бы есть и подписи всех этих династий Соответственно, каждый из этих родов имеет право пасти коров на данной территории Но, в общем-то, такую трактовку тоже считаю неправильной Считаю, что это некий договор Возможно, на святилище, возможно, еще в каком-то месте Возможно, все эти династии присягнули, соответственно, князю Тут уже остается тоже относительно точности строить гипотезы И пытаться сопоставить данный артефакт с какими-то ведическими или другими источниками Но так или иначе, что есть, то есть Однако, смотрительница, не давая мне людям, которых я привожу в музей Объяснить многогранное восприятие данного артефакта Выскакивала и рассказывала свое Ну, точнее, то, что она прочитала в какой-то умной книжке Видение относительно данного артефакта Сейчас вот и смски, и кашель несколько мешает мне записывать данное видео Тем не менее, записываю Потому что, какие бы помехи ни были у наших предков Было много помех на пути развития, на пути, вообще на жизненном пути Они их преодолевали Они, несмотря ни на что, были самыми известными, самыми могущественными силами С которыми считались и египтяне, и ассирийцы И позднее греки с римлянами Почему, вы думаете, греки с римлянами так хотели лезть в Северное Причерноморье И торговать именно с, соответственно, скифами и сарматами? Если бы скифы и сарматы были бы просто лишь дикарями Греки бы с легкостью их подчинили бы Как в свое время европейцы подчинили американцев Все было по-другому Скифы имели богатство, скифы имели власть Даже беглые преступники, которые оседали в Греции Могли вполне себе становиться тамошними полицейскими И охранять Афины от самих же Афинян И много чего другого Торговля с Баспором для греков была чрезвычайно важна Статуи баспорским царям стояли в Афинах А, например, статуи афинским царям в Баспоре не стояла Это, знаете, это как, например, в республиках Российской Федерации Сначала ставится флаг Российской Федерации Дальше ставится флаг Республики И дальше ставится флаг конкретного города Так же само в Европейском Союзе Часто ставится флаг Европейского Союза Флаг страны Но и далее флаг города А вот в Брюсселе Над флагом Европейского Союза Не стоит какой-либо другой флаг Конечно же там есть Место, где находятся флаги всех членов Европейского Союза Но то уже другое А так и, соответственно, в Баспоре Не было статуй афинским царям В Баспоре были статуи баспорским царям А вот в Афинах были статуи и афинским царям И баспорским царям И еще некоторым скифам Таким как Анхарсис Вот, кстати, и вопрос относительно того Кто по отношению к кому Был более значимым Кто по отношению к кому Был более доминирующим в культурном В политическом Вообще в историческом смысле слова Тут множество и орудий, и оружий И всевозможных артефактов И, как видите, все это с нашей территории Это не привезено с Хакасии Не привезено с Удмуртии Это то, что археологами Было найдено на территории Одессины Или, в худшем случае, на территории Других регионов Северного Причерноморья Если поанализировать украшения Как, например, ритуальные украшения Которые можно видеть здесь В них можно увидеть преемственность Некоторые промежуточные звенья Между тем, что было еще с времен Триполья Далее времена Кемерии Далее времена Скифии Скифские пекторали, в частности И далее уже переходим к черняховской культуре Которая уже многими исследователями Связывается с прославянами Или, соответственно, некоторые пытаются Черняховскую культуру отождествить с готами Но это такая себе затея Которую нельзя считать вменяемой Эта затея просто происходит из того Что части археологов Хочется видеть Нашу историю Как череду прибывающих народов И по их видению Вот то Трипольская культура Из ниоткуда взялась В никуда исчезла Потом кемерийцы Откуда-то пришли И в научной среде Есть серьезные диспуты О том, откуда пришли кемерийцы И куда они ушли Ну, куда часть из них ушла Я знаю Я об этом говорил уже В соответствующих материалах Они создали Ахименицкую империю Но Многая часть их Все-таки осталась И потом влилась в Скифскую Знать Стала династией Государством Агатырсов Ну и в общем-то Скифы Которые изначально Происходили С данных территорий Также не пришли сюда С Луны В Северном Причерноморье Существовала Прямая преемственность Культур Цивилизаций Династий При том, что Базово Народ С времен Мизинской Культуры Оставался Тем же Сбручская Статуя Несет в себе Символизм Рога Изобилия Несет в себе Символизм Четырехглавости И много Чего Другого Что В частности Идеи Вседержителя В частности Идеи Взаимовписанных Друг в друга Уровней Материального Мироздания Что видим На примере Соотношения Мелких И крупных Фигур На сторонах Сбручской Статуи Все это Связано С ведической Философией С ведической Космогонией Все это То Что Позднее Выходцами Из трепольской Культуры Было Унесено И в Индию Где Развилась Иконография Брахмы Но Многие Знают Что Да Брахма В индийской Иконографии Четырехглавый Да Брахма Четырехглавый Но не только Брахма Мордук И Ашур Соответственно В Вавилонской И Ассирийской Иконографии Также часто Изображаются Четырехглавыми На некоторых Статуях Вместо Рога Изобилие Присутствует Чаша Изобилие И это То Что Также Тянется На протяжении Веков Это То Что Также Тянется Фактически С Трипольских Времен Где Изготавливались Ритуальные Чаши Со Специальной Символикой Очень Пышной Очень Символически Точной Очень Важной Для последователей Ведического Учения И И то Что Так Или Иначе Передавалось Конечно Же Из поколения В поколение Оно Изменялось Конечно Же Оно Приобретало Какие-то Дополнительные Символизмы А часть Старых Символизмов Терялось Но Базово Базово Глубинная Суть Сохранялась И Передавалась Несмотря Ни на Что Как я Сейчас Говорю Несмотря На Некоторые Проблемы С горлом Так И наши Предки Несмотря На То Что Греки Лезли В северное Причерноморье Пытаясь Привнести Свою Культуру То Что Некоторые Степники Которые Уже Достаточно Деградировали В своих Степях Вторгались И пытались Тут Навязать Свои Порядки Конфликты С Разными Другими Народами В частности С кельтами Все это Не Прошло Незамеченным Для наших Предков Все это Вносило Те или иные Аспекты Деградации Все это Лишало Наших Предков Каких-то Незначительных Пластов Ведического Наследия Каждое Разрушение Города Каждое Разрушение Храма Гибель Каждого Жреца Который Погиб И во время Вторжения Римлян В Босфорское Царство И в другие Времена Все это Сокращало Общий Объем Все это Сокращало Чистоту И В общем-то Глубину Осознанности Тех Ведических Знаний Которые Были Доступны Нашим Предкам Но наши Предки Старались Сохранить Что Могли Старались Передать Что Могли Старались Это Знание Зафиксировать И еще раз Зафиксировать И зафиксировать Его в символике И зафиксировать Его в геральдике И зафиксировать Его На посуде На оружии На предметах Быта В украшениях На доспехах На чем На чем Только Можно И фиксировали Это И в своих Именах И в названиях Династии И народов И фиксировали Это В сказаниях В гимнах В том Что позднее Стало прототипом Для Былин Фиксировали Сохраняли И передавали И так Донесли До наших Времен До времен Когда в общем-то Это наследие Особо-то и не ценится Но все равно До наших Времен Так или иначе Мы можем Видеть Множество Статуй По всем Музеям Мы можем Видеть Множество Артефактов И кажется Это какие-то Тайные Это какие-то Далекие От большинства Из людей Символы Но их Можно Прочитать Если использовать К ним Ключ Ведического Знания Рахманской Традиции Можете Себе Это сравнить Как если бы Сейчас Некая Фирма Некая Компания Которая Создала Оптимальную Операционную Систему Для Любого Компьютера Но Имеет Какие-то Проблемы И боится Что эту Оптимальную Операционную Систему Кто-то Уничтожит Представьте Что данная Компания Разошлет По всему Миру На каждую Электронный Адрес Копии Данного Программного Обеспечения Но По-настоящему Активировать Данное Программное Обеспечение Можно Будет Только Имея Ключ От Соответственно Представителей Данной Компании Ну Или Можно Сравнить Это С Пробными Версиями Разных Программ Когда Вы Можете Установить На свой Телефон Или Компьютер Дорогую Профессиональную Какую Программу И Попользоваться Ей Но У вас Будет Или Ограниченность В функционале Или Ограниченность В Доступном Вам Времени Пользования Данной Программой Или Соответственно Программа Будет Накладывать Какой-то Отпечаток На Обрабатываемые Файлы Например Если Вы Делаете Видео На какой-то Дорогой Программе Которую Вы Не Купили То Соответственно Она Будет Накладывать На Ваше Видео Свой Вводный Знак Где Будет Реклама Данной Программы Или Написано Что Ваше Видео Создано Какой-то Программой В общем-то Современным Пользователям Интернета Данный Принцип Понятен И Таков Только Более Расширенный Только Более Совершенный И Более Многограммный Таков же Принцип И С Ведическим Наследием Наши Предки Постарались Сохранить Ведическое Наследие В Обилии Источников В Обилии Экспонатов Которые Не смогли Уничтожить Ни христиане Ни Какие-либо Другие Враги Ведического Знания Но Чтобы Полноценно Понять Значение Этих Артефактов Чтобы Полноценно Принять Осознать И Далее Использовать Чтобы Самим Стать Не просто Зрителями Которые Видят Что Ну вот Артефакт Ну вот Артефакт Имеющий Там Какое-то Значение Ну да Это Артефакт Имеющий Значение Однако Что он Значит Что он Значит Именно Для Вас Как вы Можете Это знание Использовать В своей жизни Получая От этого Какую-то Пользу Вот Чтобы Осознать Все это Вам Уже Нужно Связаться С последователями Рахманской Традиции И Принять Ученичество В рамках Рахманской Традиции Ну В таком Случае Вы Примите На себя Как Права Ученика Рахманской Традиции Так И Соответственно Обязанности В сохранении Этих знаний В чистоте И В служении Целям И задачам Рахманской Традиции Поэтому Желаю Осознанности Желаю Праведности И успехов В принятии Правильного Выбора Итак Наследие Времен Киевской Руси Одесский Археологический Музей Лучше Всего Ознакомливаться С этими Материалами Предварительно Ознакомившись С Скифа Сармата Славянским Наследием И Соответственно С Трипольским И Кимерийским Наследием Которые Хранятся В соответствующих Залах Одесского Археологического Музея Данные Записи Можете Найти На моем Канале Но Постепенно Пройдем Осматривать Что же У нас Присутствует И кроме Орудий Труда Которые Можно Видеть Буквально Сразу же Зайдя В Соответствующие Залпы Тематики Руси Виден И Интересный Водосток Вот Это Всего Лишь Водосток Но Зато Присмотритесь Как Он Сделанный То Есть Я Не Буду Тут Думать Это Какая Это Машинная Обработка Камня Как Многие Интересуются Не Машинная В любом Случай Это Показатель Цивилизации Это Показатель Того Что Не Просто Сделали Водосток Как Небудь А Специально Его Еще Сделали В виде Соответствующей Головы Какого Такого Существа Странного И На Обработку Прочного Качественного Камня Естественно Ушло Достаточно Много Времени Не Только Камень Обрабатывали Наши Предки Но И Метал Данную Технологию Разработали Еще Кемерийцы Тут Важно Было Создать Технологию Которой Можно Пользоваться Буквально В Походе Которой Можно Пользоваться Буквально Где Угодно Для Того Чтобы Пользоваться Данной Технологией Не Надо Ничего Лишнего По Сути Дело Из Палок Камней И Грязи Создать Печку И Из Мехов Поддувать В Нее Вот Карта Киевской Руси Вот Археологическая Карта Которая Показывает Откуда Те Или Иные Артефакты Которые Представлены В Соответствующем Зале Одесского Археологического Музея Предметы На которых Также Есть Сложная Солнечная Символика Что В общем-то Показывает Некоторые Важные Для нас Данные Вообще Вообще Тут Не только Речь О Отдельных Поселениях Славян Но в общем О Киевской Руси И О Регионе Одессины Как Неотъемлемой Составной Части Киевской Руси Видим Множество Предметов Орудий Труда Всего 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 Что Касается Киевской Руси И Видим Что Многое Из этого Было Найдено И В нашем Регионе Потому Что Одесса Это Русь Одесса Это Часть Киевской Руси Вот Собственно И Монеты Киевской Руси Ранее Я уже Когда-то Говорил О Гривнах Гривны Иначально Были Как Спирали Которые Одевались На Шею И В Более Редких Случаях Гривны Меньшего Номинала Одевались На Запястья И Лодыжки Но Позднее Также Когда Нужно Было Кому-то Заплатить Много Этих Гривен Могли Плавить Их Уже Не Спиралями По отдельности А целым Таким Металлическим Слитком Который Просто Своим Весом Соответствовал Размеру Определенной Спирали Эти Слитки Были Соответствующей Формы То есть Они были В более Таком Цилиндрическо Продолговатом Виде Что Соответствует Недорастянутой Проволоки И были В шестиугольном Виде Как В общем-то Классически Представляется Гривна Ну а Когда Гривны Рубили Чтобы Создать Монеты Еще Меньшего Номинала То Что Получалось Называли Рубль Поэтому Рубль Это Всего Лишь Осколок Гривны Вот Можно Видеть Статуэтку Богини Статуэтку Богини Веды Судя по Все Этрибутики Которая Есть Если Сравнивать Если Проводить Параллели То Еще Можно Вспомнить Первый Зал Еще Можно Вспомнить Разные Скифские Статуэтки И в общем-то Из этого Вывести Последовательность Вывести Понимание Что Ничего На наших Землях Не возникало Из ниоткуда И не исчезало В никуда На наших Землях Шла Последовательность И преемственность В развитии Затухании Или Использовании Тех Или иных Иконографических Подходов Или Технологий Можно Также Осмыслить Осмотреть Доспехи Киевской Руси Сравнить Соответственно Данные Доспехи С Доспехами Допустим Времен Скифии И Да Несколько Отличается Материал Отличий Достаточно Но Общий Подход В принципе Сохраняется Тот же Самый Общий Подход Который Допустим У греков У каких Нибудь Китайцев У римлян Весьма Отличается От того Который Был Соответственно У скифов Или в Руси А между Скифами И Руссию Последовательность Заметить Как раз Можно Рядом Тут Кстати Находится Рунный Камень Рунный Камень Обычно Приписывается Скандинавам Неким Готам Или Уже Скандинавам Соответственно Которые Скандинавы Дело в том Что в нашей Местности Поначалу Побывали Готы Германариха А потом Уже Многократно Бывали Викинги Которые Путешествовали Путем Из Варяг В Греки Ну и Соответственно Чего бы Нет Оставляли Разные Свои Памятники Разные Свои Надписи Если Вспомнить То что Было В прошлых Залах Когда Можно было Видеть Сложные Рисунки Иероглифику На Трипольской Посуде И если Еще Знать Что Параллельно С этим Всем На нашей Территории Было Множество Греко-римских Всевозможных Поселений Которые Также Писали Становится В общем-то Понятно Что На нашей Территории Писали Очень Много Кто Пара Лет Назад Еще Была Найдена Клинописная Надпись Фонагории Фонагория Это Восточная Столица Боспорского Царства И Это Показывает Что В общем-то Не только Какая-то Наша Архаичная Клинопись Которая Зафиксирована В каменной Могиле Но Даже Весьма Осовремененная Клинопись Персидской Державы Все равно Имела Своё пусть и Ограниченное Но все равно Использование На нашей Территории Разные Письменности Греков Римлян Германцев Бывали На нашей Территории Так Откуда Почему же Считать Что Нам Письменность Подарил Кирилл И Мефодий Хотели бы Мы Заимствовать Письменность От греков Заимствовали бы Еще за тысячу лет До Кирилла И Мефодия Могли бы Заимствовать И от Скандинавов И от Персов Но С другой стороны А зачем Заимствовать Если есть Своя Просто Как раз Эту же Нашу Эту же Свою Нашу Письменность Кирилл и Мефодий Исказили Изменили Так Чтобы На нее Было удобно Переводить Христианские Тексты Как в общем-то И пребывающие В степи Ченеги И половцы Часто Модифицировали Древние Каменные Статуи Изменяя Антропологические Параметры Изображаемых Там Лиц То есть Попросту Меняли Принадлежность Статуи Была Статуя Или Какого-то Древнего Бога Или Какой-то Древней Богини Ее Так Всяк Перекоречили Сделали Из нее Статую Соответственно Половецкого Вождя Там Даже Груди В некоторых Случаях От Богини Оставлялись Ну В общем-то Как бы Половцам Что Главное Памятник Своему Вождю Сделать И Ничего Что Как бы Что Все с этим Плохо Ну А Историки Современные Придерживаются Той Трактовки Что У нас Все Заносное Хотя Вот И Это Посудина На Которой Элементы Символики Тянущиеся Еще Из Триполия Через Кемерию Конечно Же Какие-нибудь Хазары Византийцы Во времена Киевской Руси Также Бывали В Северном Причерноморье Но Культурное Влияние Их На народы Северного Причерноморья Минимально Если бы Византия Сама Могла Крестить Северное Причерноморье Она бы Это Сделала Хазарский Каганат Пытался Политически Подчинить Себе Северное Причерноморье Как Нынешняя Эрефия Пытается Сделать Это С Украиной Ну И В общем-то Также С Причерноморьем На Примере Приднестровья И На Примере Грузии Но Как Тогда Наши Предки Дали По Зубам Хазарам Так Сейчас Наш Народ Дает По Зубам Московитам Вот В частности Предметы Из Золотой Коллекции Одесского Археологического Музея Тут Предметы С разных Времен И Предметы Времен Скифии Сарматии Более Поздних Времен И так До Киевской Руси И Дальше Поэтому В принципе Я это не Отделяю В отдельный Сюжет А показываю После Коллекции Времен Киевской Руси Но В принципе Здесь Это Несколько Расширенная Тема Но Для Более Ясной Наглядности Последовательности Преемственности Поколений Преемственности Обычаев То Что Надо Внизу Вы могли Видеть Пряжки С изображением Всевышнего Птаха Обилие Солнечной Символики Все Это Части Все Это Составляющие Ведической Символики И Они На нашей Территории С Древних Времен Сказать Что Они Были Сюда Привнесены Это Глупо Их Изображали Осмысляли Переизображали Модифицировали Наши Предки На протяжении Тысячелетий Как Эти Пряжки Изображающие Птаха Держащего На груди Сваргу Как Многие Другие Элементы Символики Где Присутствует Ратайская Символика Зодиакальная Символика Годовая Символика В каких-то Случаях Сваргеальная Символика Свастическая Символика Символика Аватара И другие Аспекты Ведической Символики Каждая Из которых Передает Тот Или иной Аспект Ведического Знания Можно Можно Видеть Предметы Символика Символика Сердолика Сердолик Священный Камень Которым Наши Предки Активно Пользовались Сердолик Священный Камень Почитаемый В рахманской Традиции Тут Можно Видеть Украшение Конской Сбруи В частности По центру На лбу Коня Предполагалось Расположение Двух Знаков Ратай Что В общем-то Еще Еще раз Напоминает О священности Данного Знака Для Ведической Традиции Для наших Предков То есть Сарматы Кемерийцы Скифы Ходили Со Щитами На которых Была Ратайская Символика На их Очельях Была Ратайская Символика И на Сбруи Их Коней Была Ратайская Символика На их Накидках Была Ратайская Символика И Соответственно На колченах Была Ратайская Символика На очень Многом Количестве Предметов Наших Предков Была Ратайская Символика Это Крестообразная Символика За Столетия За Тысячелетия Если Брать Еще На скальные Всевозможные Предметы То за Десятки Тысяч Лет До Прихода Христианства На нашей Территории И вообще До возникновения Христианства Где бы то ни было Навершие Меча С солнечной Символикой Все это Золоченое Все это Весьма Дорогое Все это Весьма Тонко Обработанное Все это Весьма Весьма Символично И весьма Элитарно То что Предполагалось Для Князей Для Праведных Воинов То что Благословляло Воинов В бою То что Напоминало Князьям Еще и еще раз Аспекты Ведического Знания Аспекты Священного Равновесия Вот тут Тоже Можно Видеть Знаки Ротай Пусть И Несколько По своему Стилизированные Можно Видеть Мелкую Такую Гривну Можно Видеть Разные Изображения То есть Наши Предки Имели Огромный Арсенал Символики Это Не Один Всего Лишь Знак Не Десять Знаков И Даже Не Какой Нибудь Список Из Ста Знаков Условно Говоря Это Несколько Главных Разновидностей Символики Как Допустим Трезубообразная Символика Ротайская Символика Сваргиальная Символика Символика Лотара Свастическая Символика Ну И еще Штук Десять Но В рамках Каждой Из Данных Групп Символов Существовали Сотни А то и тысячи Разных Знаков Разных Вариаций Этих Знаков Какие Какие-то Использовались На головных Уборах Князей И Княгинь Какие-то Использовались Только в Оформлении Интерьера Зданий Какие-то Использовались Для Украшения И обережного Использования На оружии Все это Имело Разную Символику Разные Грани Разные Подсмыслы Ведической Символики И все это было читаемо Все это Кроме того Что это Ну Священный Знак Это еще И имело Некое Философское Напутствие Для князя Для воина Для В редких Случаях Торговца Который Носил На себе Эту символику Или по крайней мере Для Представителей Любой Касты Которые Видели На князе На жреце На воине Данные Символы Некоторые Из них Чтобы разглядеть Приходится Смотреть Через Увеличительное Стекло Потому что Потому что Они Очень мелкие В своем Изготовлении Данные Предметы Которые Вы можете Видеть Сейчас Обычно Связывают С греками Но Я Считаю Это Не Совсем Так Однозначным Конечно Греки И римляне Использовали Технологию Гравировки Прочных Небольших Камней Которые Могли Носить На соответствующих Ожерельях Или в качестве Кулона Или в качестве Печатки Все это Конечно Было У греков У римлян Ранее Еще У персов И даже У Шумеров И у Египтян Но Это Было И у Наших Предков И Зная То Что Находят На территории Как раз Расселение Наших Предков Вполне Себе Могу Предположить Что Саму Идею Подобных Предметов С мельчайшей Символикой Также Разработали Где Нибудь В районе Карпат Возможно Южных Карпат Откуда Далее Это и Распространилось И на Территорию Египта И в Переднюю Азию Ну И Еще Ранее Вероятно К нам Также Пришло В Отличии От Золота От Серебра Неблагородные Металлы Очень Сильно Деформируются Со временем Поэтому Вы можете Видеть Данное Навершее Меча И По сути Видеть Что От меча Только Оно Лишь И Сохранилось Понятно Что У наших Предков Было Много Самой Разной Символики Самого Разного Оружия И Орудий И Многое Из этого Уже Попросту Потеряно То Что Было Сделано Из Неблагородных Металлов Было Поглощено Коррозией А то Что Было Сделано Из Золота Или Серебра Было Поглощено Человеческой Жадностью Когда Наши Курганы Грабились Намного Сильнее Чем Допустим Египетские Пирамиды И Гробницы Потому Потому Что Наши Курганы Грабили В принципе Еще И Какие Нибудь Печенеги С Хазарами А Позднее Уже Когда Данную Территорию Монопольно Грабили Московиты То Разные Московские Помещики Также Без Зазрения Совести Нанимали Чуть ли не Тогдашних Бомжей Чтобы те Перекорячивали Курган Выкапывали Оттуда Все Совершенно Безжалостно Совершенно Без Какого-либо Зазрения Совести Что они Раскапывают Чужую Могилу Что они Грабят По сути Дела Они Даже Не пытались Как-то Зафиксировать Что Где Найдено Ученые Когда Делают Подобного Рода Раскопки Они Тщательно И Бережливо Относятся Ко всем Слоям Почвы Потому что Может быть Там Почве Сгнила Какая-то Ткань Может быть Где-то Несколько Волокон Ткани Еще Не Догнило И Можно Эту Ткань Как-то Изучить Может Где-то Еще Что-то Археологи Очень Скрупулезны В своем Изучении Когда же Российские Помещики Попросту Приказывали Гопоте Раскапывать Курган Вывозить Оттуда Золото И Иногда Это Золото Даже Попросту Переплавлять Для Повышения Соответственно Богатства Данного Помещика Это Нанесло Колоссальный Вред Для Изучения Курганов Соответственно На территории Украины На территории Прилегающей К нам Кубани Которая По сути Также Историческая Территория Украины Хоть Сейчас И Находится В составе Российской Федерации И Поэтому У нас Украли Очень Многие Страницы Нашей Истории Сейчас Можно Видеть Блюдца С Знаком Перуна В его Центре Тут Ж Образная Звезда Ж Образный Цветок В круге Это Знак Перуна Это Знак Перуна Как Защитника Жизненных Животворящих Сил Как Защитника Земли Как Защитника Цивилизации На земле Как Бога Первого Бога Атмосферы Тут Виден Предмет Священной Симметрии Вообще Симметрия Часто Повторяется Ведической Символике В Ведическом И Околоведическом Искусстве Потому Что Последователи Ведической Традиции Стремились К совершенству Стремились К Порядку А Симметрия Является Частью Этого В Отличии От Современных Людей Которые Почитают Расхлябанность Которые Почитают Расплывчатость И Которые Сами Являются Такими Аморфными Медузами Расплывшимися Возле Своих Телевизоров Возле Своих Холодильников И Просматривающих Тиктоки Просматривающих Еще Какую Фигню Ничего Неспособных В отличие От таких Вот Амеб Последователи Ведической Традиции Последователи Околоведических Культов Всегда Пытались Постичь Порядок Всегда Пытались Привнести Порядок Создать Порядок Или Воссоздать В зависимости От необходимости Поэтому И размещали И священную Символику И Закодированные В ней Ведические Знания И на монетах И на гербах И на Предметах Быта И где Только Лишь Могли Конечно Как вы Могли Видеть Раньше И в Зале Посвященном Руси Где Показано Торговлей Кораблей Так Можно Видеть И в Этом Зале На Примере Наличие На нашей Территории Разных Иностранных Монет Торговля Шла Очень Активно Не только Мы Пользовались Своими Гривнами Но На нашей Территории Присутствовали И монеты Других Стран Европейских Стран Византии Той Или Иной Формы Присутствовали И Не Московиты Создали Здесь Что-то Екатерина Вторая Всего Лишь Присвоила Себе Заслуги Заслуги Казаков Заслуги Нашего Народа Заслуги Французских Архитекторов Потому Что Именно Казаки Отвоевали Одессу Турков Именно Наш Народ Перестраивал Реконструировал Данный Город Но А Французы Часто Были Архитекторами При Этой Реконструкции Построении Новых Зданий Евреи Активно Участвовали В торговле Греки Также Сразу Присоседивались Потому Что Они Имеют Исторические Связи С данным Регионом Болгары И Многие Другие Народы Северного Причерноморья А Вот Московитые За Всю Свою Долгую Историю Притязаний На данный Регион Так Ничего Хорошего Кроме Ракет Кроме Бомб Кроме Смертей Кроме Разрушений Но Это Нехорошее А Хорошего Чего-то Они Сюда Так И Не Привнесли Одесский Археологический Музей Греко-римские Залы Ранее Я выпустил Сейчас Достаточно Большие Видео На Тему Трипольской Культуры На Тему Кемерийцев На Тему Скифов Сарматов Ранних Славян Киевской Руси И Золотая Коллекция Одесского Археологического Музея Сейчас Пройдемся По Греко-римским Залам Одесского Археологического Музея В самом Одесском Археологическом Музее Они Расположены Так Что Находятся Между Первым Залом В котором Находится Непосредственно Трипольское Кемерийское Наследие И между Последующими Залами Где уже Находится Наследие Времен Скифов Сарматов Киевской Руси И В хронологическом Смысле В действительности Присутствие Греков И римлян На наших Территориях На наших Территориях Является Как бы Неким Таким Процессом Который Параллельно Вклинивается После Ухода Кемерийцев Ну И Соответственно До Начала Средневековья Хотя Это не значит Что Как бы Присутствие Греков Как-то Сильно Влияло На все Причерноморье Греки Жили Исключительно В своих Торговых Городах Которые Были На территории Северного Причерноморья И плюс Даже часть Этих Городов Была Не полностью Греческая А имела Скифа Греческая Или даже Еще Кемера Скифа Греческое Население Поэтому Поэтому Не стоит Преувеличивать Присутствие Греков На нашей Территории С другой же стороны Греки С древних Достаточно Времен Это еще Шестой Начальный Даже Седьмой Век До нынешней Эры Греки Уже Начали Своё Присутствие В Северном Причерноморье Поначалу Они плавали Всего лишь С грабительскими Фактически Пиратскими Походами В принципе Это даже В их эпосе Отображено Это и поход Аргонавтов Это и Деятельность Одиссея И много Чего Другого Что Соответственно Присутствует В греческих Историях Однако С другой Стороны Если взять Илиаду То там Часть персонажей Происходят Непосредственно Северного Причерноморья К тому же Если взять Другие Греческие Сказания О мифологических Предках Греческого Народа То часть Из них Также Или связаны С Северным Причерноморьем Или В общем С Причерноморьем Допустим С Восточным Причерноморьем Территория Колхиды Или Соответственно С Западным Причерноморьем Территория Фракии Адрисского Царства Все это Регионы Которые Раз за разом Упоминаются В греческих Текстах Скифы Активно Упоминаются В греческих Текстах Поначалу Существует Огромный Пласт Пост Кемерийских Упоминаний То есть Северное Причерноморье Играло В жизни Греков Намного Большую Роль Чем Греки Играли Соответственно Свою роль В Северном Причерноморье К тому К тому же На территории Северного Причерноморья Найдены Одни из Вообще Древнейших Образцов Греческого Письма И это Тоже Наводит На некоторое Размышление То есть А случилось Ли Вообще Создание Греческого Письма На территории Греции Или как раз Греки Его где-то Подсмотрели Или допустим Создали Совместно С финикийцами Именно на территории Северного Причерноморья Общаясь С кемерийским Или с киевским Жречеством Сами по себе Греки Происходили С Территорией Южнее От Дании Недалеко Также Некоторые Регионы Ближе К речке Висла В Европе Соответственно Но позднее Они были Вытеснены Достаточно На юг И заселили Как раз Побережье Греции И соответственно Острова Эгейского Моря И также Побережье Анатолийского Полуострова Значительный Пласт Вот тех Самых Дорийцев Которые Бежали С территории Вислы Они Сформировали Будущую Спартанскую Державу Законы В Спартанской Державе Или Свод Законов Спартанской Державы Назывался Великая Ретро Что В общем-то Можно проверить Даже по Википедии И Если Сопоставлять Это с тем С какого Региона Они Происходили То Становится Понятно Что Они Еще В местах Своего Былого Проживания Как-то Контактировали С Рахманской Традицией Редегаста Столичным Городом Который Был Город Аретро Из Которого Сейчас Даже не Сейчас Пара Столетий Назад Все равно По Меркам Тысячелетий Все равно Это относительно Недавно Так сказать Хоть по меркам Человеческой Жизни Это Очень Давно Так вот Уже В Нынешнюю Историческую Эпоху По ее меркам Недавно А именно Пара Столетий Назад Были Найдены Оплавленные Статуэтки Как раз С города Храма Аретры И Сейчас Тоже не совсем Сейчас А пара Десятилетий Назад Данные Статуэтки Можно сказать Были повторно Найдены В плане Того Что к ним Возник Интерес Именно Ввиду Развития Интернета Ввиду Того Что К ним Тот или иной Доступ К их Изображениям Уже Смогли Получить Не только Узкие Специалисты А Соответственно Достаточно Большая Прослойка Людей Которая Интересуется Древним Наследием И Которая Соответственно Имеет Доступ К интернету Но Тоже Чуть Другая История Просто Я хочу Подчеркнуть И Изначальную Связь Греков С Славянским Наследием И то Что Вообще Все Существование Греческой Истории Оно Существовало В неразрывной Связи С теми Или иными Скифскими Царями С теми Или иными Раньше Еще Кимерийскими Царями И И даже Более Поздние Боспорские И Сарматские Цари Все равно Накладывали Свой отпечаток На Историю Греции Северное Причерноморье В частности Боспор В частности Ольвия И Херсонес Были Важнейшими Торговыми Партнерами Для Именно Греческих Собственно Городов Государств Уже С территорией Самой Греции Потому что На территории Греции Кроме Как раз Спартанского Региона Очень Плохо Произрастала Пшеница Греки И сами Не особо Умели Ее Выращивать Ну И Их Регион Который С одной Стороны Очень Прибрежный С другой Стороны Достаточно Гористый И Там Множество Мелких Островов На которых Ни О каком Серьезном Выращивании Пшеницы И речи По сути Дело Быть Не может А пшеница Им Была Достаточно Уже Так сказать Привычно Еще Во времена Того Когда они Проживали На территории Соответственно Европы Ну Той части Европы Из которой Они Происходили И Поэтому Они Торговались С Северным Причерноморьем Торговали Непосредственно Со Скифами Торговали Со Своими Городами Государствами В Северном Причерноморье И Они Отчасти Естественно Контактируя Привносили Сюда Элементы Своей Культуры Не Без Того Но С другой Стороны Контактируя С нашими Предками Они И Перенимали Элементы Культуры Наших Предков И Они Изображали На своей Посуде На своих Статуэтках Некоторые Элементы Ведического Знания Поэтому Не стоит Вот так Прямо Внаглую Смотреть На Греческие Предметы И думать Что Греки Проживая В Ольве В Тире В Херсонесе Что Они Где-нибудь Сидели Просто За городскими Стенами И Варились Исключительно В своей Греческой Культуре В своей Греческой Жизни Нет Греки Хорошо Знали Скифский Язык Скифы Нормально Знали Греческий Язык По крайней Мере Знали На бытовом Уровне Знали Язык Настолько Чтобы Иметь Возможность Заключать Союзы Чтобы Иметь Возможность Торговать Чтобы Иметь Возможность Как-то Договариваться Передавать Общие Сведения Допустим О каких-то Общих Врагах Или Что-то Думать Что-то Планировать Понятно Что Какая-то Духовная Терминология Имена Богов Названия Обрядов Греками Не были Правильно Поняты И позднее Геродот Допустил Много Описок Ошибок Когда пытался На греческий Мотив Используя Греческое Понимание И греческую Мифологию Как образец Описывать Скифское Вероучение Но Так или иначе Все равно Относительно Общаться Могли Передавать Сюжеты Могли В частности Можно Это Видеть Что В греческом Изобразительном Искусстве Северного Причерноморья Есть много Элементов Ведической Символики Там Где Присутствуют Обломанные Головы Каких-то Фигурок Существует Голова Которая Похожа На Соответствующую Иконографию Богини Дивы Жены Бога Велеса В других Случаях Присутствует Иконография Соответствующая Прави Которая Является Центром Тройственной Симметрии Собранной Из Допустим Двух Тел Животных Или еще Чего-нибудь Такого В других Случаях Присутствуют Крылатые Персонажи Присутствуют Изображения Некоторых Персонажей С оружием Или Сатрибутами Которые Нехарактерны Грекам Присутствует Очень много Камней С надписями И посуды С надписями И Все это Приблизительно Хоть Начинается Где-то еще С 7 века До нынешней Эры Но в наилучшем Своем Варианте Существует С 5 Соответственно По 1 век До нынешней Эры Когда Греки Разными Путями Проникают В Северное Причерноморье Общаются Торгуют Заключают Здесь Браки Учатся Учат Набирают Из каких-то Скифов Команды Для своих Плаваний По Средиземному И другим Морям Контакты Существуют Самые Разнородные Самые Разноплановые И весьма Обширные Поэтому Не стоит Вообще Ничему Удивляться Конечно Тут Множество Статуй Тут Множество Каких-то Рельефов Барельефов Надгробий Памятников Всего Чего Хочешь Потому Что Ольвия Тира Херсонес Это Только Самые Крупные Из В общем-то Греческих Городов Или Огреченных Городов Северного Причерноморья Каких-то Мелких Поселений Чисто Греческих Или Смешанных Как и На территории Нынешней Одессы Так и Южнее И соответственно Восточнее Всего Этого Было Достаточно Много В любом Месте Где Была Какая-нибудь Удобная Бухта Какая-нибудь Удобная Местность Куда Можно Причалить Кораблем И Там Дальше Как-то Выгружать Что-то Или Загружать Что-то Это Делалось И Шли Торги И Какие-нибудь Скифы Которые Не могли Найти Себе Применение На своей Родине Они Могли Отправиться На территорию Греции Найти Себе Уже Применение В Афинах В Теримфе Или Как Наемники Или Как Полицейские Как Инструкторы По конной Езде Много Было Возможностей Где Скифы Могли Применить Себя Именно На территории Греции Также В общем-то И греки Могли Проникать И высшее Сословие Скифов У многих Скифов Были Греческие Жены Греческие Советники Греческие Переводчики С многими Скифскими Правителями Рядом Чуть ли не Постоянно Ходили Греческие Послы Всевозможные Контакты Были И Как Скифы Хорошо Знали О греках Так и Греки Неплохо Знали О скифах И В общем-то Греки Находящиеся На северном На территории Северного Причерноморья Активно Изображали Разные Символы Этого Северного Причерноморья И культур Северного Причерноморья На своей Посуде На своем Оружии На разных Своих Всевозможных Предметах Контактируя Со скифами В общем-то Греки Еще и еще Раз Узнавали О священной Стране Которая Находилась В северо-западном Направлении От Соответственно Основной Скифии Это территория Искростанского Если говорить Греческими Терминами Амфикциония Если Сравнивать С Современной Ситуацией Искростанского Теократического Государства Похожего На Ватикан По Некоторым Элементам Но намного Большего Ватикан По сути Это кусочек Рима Часть Рима Которая Обособилась В отдельное Государство Искростанская Страна Духовное Теократическое Государство По сути Было Намного Больше Искростанское Государство По своим Территориям Больше Современной Какой-нибудь Швейцарии Или Австрии Оно Находилось В основном На территории Нынешней Западной Украины Частично Даже Северо-Западной Украины И С заходами На территорию Польши И Беларуси В какие-то Исторические Промежутки Искростанское Государство Могло Брать Под контроль Намного Большие Территории В принципе От Вислы Или От Одра Соответственно До Днепра В каких-то Случаях Редуцироваться До Именно Теократического Жреческого Государства С центром В Искростане Все это Разные Нюансы Разные Вариации Взаимодействия Искростанского Жречества Как с местными Династиями Так и Разное Влияние Вообще Внешнеполитической Ситуации В частности И на Искростан И на территорию Европы Потому что Когда кемерийцы Правили Большей частью Европы Ситуация Была Одна Когда кемерийцы Ушли В переднюю Азию Ситуация Чуть Изменилась Когда Гатырсы Попытались Собрать Некоторые Территории Ситуация Еще чуть Изменилась И дальше Когда Скифы Подчинили Себе Былые Владения Кемерийцев Ситуация Еще чуть Изменилась Поэтому На протяжении Многих Тысячелетий Существования Искростана Ситуации Менялись Период Присутствия Греков В Северном Причерноморье Относительно Недолгий По таким Меркам Тем не менее Посуды Тем не менее Разных Артефактов Как видите Немало Ну и в общем-то Как видите Многие Мотивы И в орнаментах И в символике Можно Проследить Еще Стрепольской Культуры Обилие Спиральной Повторяющейся Символики Это то Что происходит С Трипольской Культуры Обилие Солнечной Символики Это тоже То Что происходит С Трипольской Культуры Это не Греки С территории Греции Принесли Северное Причерноморье Наоборот Они Прибывая На территорию Северного Причерноморья Со своей Технологией Изготовления Керамики Видели Специфические Орнаменты Которые Использовались Именно В Северном Причерноморье Они Частично Переосмысляли Переделывали Под себя Копировали Эти орнаменты Использовали В оформлении Своей Посуды Дальше Они Торговали Уже Так сказать С основной Грецией Торгуя Пересылая Допустим Туда Амфоры С каким-нибудь Маслом Или С Другими Нужными Питательными Веществами Соответственно Они Пересылали Туда И символику Северного Причерноморья И так Символика Которую Греки Перенимали Начально Локально На территории Именно Северного Причерноморья Потом Распространялась По всей Греции Поэтому Связь Тут Очень Сложная Связь Тут Очень Многогранная И связь Конечно же И в те И в другие Ворота Конечно же Говорить о том Что типа Греки К нам Пришли Цивилизацию Принесли А здесь Вокруг Сидели Варвары Ну Некоторые Современные Трактователи Конечно же Могут Попытаться Так сказать Но Направду Это будет Нарушение Как Исторической Достоверности Так в общем-то И противоречия С самими Греческими Историками С самими Греческими Источниками Например Когда греки Описывали Путешествие Геракла Это сложный Персонаж В котором Совместились Элементы От древнего Князя Геракелыша И от многих Греческих Героев И в поздние Времена Это уже Обобщенное Такое Представление Просто О сильном Могучем Греки Так вот В частности В путешествиях Геракла Существует Конечно же Существует И Геродотовское Сказание О том Что Геракл Стал одним Из предков Скифов Но Но Это попытка Интерпретировать Скифского Князя Таргитая Таргелеса Как в общем-то Геракла На основании Того Что В скифской Традиции Таргелес Описывался Как очень Могучий Полубожественный Человек И в греческом Эквиваленте Это получается Геракл Однако С другой стороны Сами же Греки Описывали Ситуацию Что Геракл На территории Северного Причерноморья Учился Боевым Искусством В частности Стрельбе Из лука Чисто Хронологически Геракл Не смог бы Стать И одновременно Предком Для Скифов И потом Еще Поучиться У них Стрельбе Из лука То есть Ну Это уже Такое Себе Тут можно Или Быть Предком Скифов Или учиться У них Стрельбе Из лука И поскольку Именно Описание Что Геракл Учился Стрельбе Из лука Более Архаичный Более Достоверный А уже То что Геракл Является Предком Скифов Это всего лишь Геродотовская Интерпретация С попыткой Натянуть Таргитая На образ Геракла Ну или Образ Геракла На Таргитая В любом Случае Как бы это Не произносить Звучит Очень мерзко И лучше Такое себе Даже не Представлять Поэтому Правда В том Что Не всегда Представляется Возможностью Отождествлять Разных Исторических Действующих Лиц Разных Персонажей Из мифологии Исключительно На основании Описания Их свойств Или Деятельности Героичность Можно приписывать Разным Соответственно Героям Для разных Стран Для разных Народов Героями Являются Разные Люди Для народа Украины Героем Является Степан Андреевич Бандера Для нынешних Россиян Героем Является Сталин И Ленин Это Как бы Взаимопротиворечивое Явление Которое Нельзя Попытаться Привести К какому-то Единому Знаменателю Объявив Что Бандера Это просто Местное Имя Сталина Так же Само И нельзя Говорить Что Образ Таргетая Из Классической Скифской Традиции Тожественен Греческому Гераклу Из В общем-то Греческой Традиции Но Тем не менее Даже то Что Греки Связывали Геракла То есть Как бы Своего Эталонного Героя С Историей Скифов Пусть Он Прародитель Скифов Пусть Он Учился У Скифов Пусть Он Жил Со Скифами Все равно В любом Случае Это Показывает Что Для Греков Скифы Были Чем-то Очень Древним Чем-то Очень Важным Чем-то Что Связано С Древнейшими Страницами Истории Греков Тут же Можно Видеть И Разнообразные Посудины На которых Присутствуют Галактические Символы Галактические Спирали Тут Можно Видеть Светильники На которых Изображение Бога Беса Можно Видеть Посудины С Звездами И Солнечной Символикой Которая Была Геральдической Допустим Для Боспора Вообще Если Сравнивать Символику Которая Присутствует На предметах Из Одесского Археологического Музея С Древнеиранской Символикой Дравишковиани С Боспорской Символикой Солнцем Семандровичей Так называемым Или Сакарийской Звездой Сравнивать С Ратайской Символикой Креста В круге Которая Тянется Еще С времен Кемерий Сравнивать С трипольскими Разнообразными Спирально Солнечными Знаками То Станет Понятно Что Греки Не просто Перенимали Местные Обычаи Не просто Вносили Некую Свою Особенность В местную Символику Но Греки По-разному Были Были Гречески Гречески Контактировал А о части О Части Еще Буду Говорить Сейчас Сейчас можете Видеть Солнечную Спираль Которая И Общая Композиция Является Солнечной Символикой В ряде Других Случаев Греки Также Используют Солнечную Символику Конечно Солнечную Символику Можно найти Активно Используемую И на территории Самой Греции Но Тут уже Вопрос То ли Греки И сами Сохранили Обычай Почитания Солнца То ли В Северном Причерноморье Они настолько Сильно Прониклись Солнечной Символикой Солнечным Культом Что позднее Привнесли Аналоги Этого И на свою Территорию В виде Концентрических Кругов В виде Разных Солярных Крестов Солярных Звезд Всевозможных Околосвастических Символов Активно Оформлялась Греческая Посуда Активно Оформлялись И нижние Части И донные Части И Наносилась Роспись На бока Данной Посуды Конечно Присутствует Черно-лаковая Посуда Которая Которая Также Была Популярна На территории Греков Данная Посуда Как сказать Вполне Вероятнее Всего Что Развилась Именно На территории Греков Но Когда Греки Как-либо Ее Модифицировали Уже На территории Причерноморья То Она Тут Также Приобретала Аспекты Ведической Символики Плохо Что В Одесском Археологическом Музее Несколько Неудобно Разместили Предмет С изображением Солнца Бога И теперь Чтобы Его Рассмотреть Приходится Присматриваться Он там И под углом Лежит И вообще Очень Неудобно Но У меня Сохранились Некоторые Фотографии Данного Предмета Поэтому Не все Так Плохо И об этом Будет Также В следующих Материалах А В общем-то Кому Надо Тот Соответственно Тот Соответственно Может Ознакомиться В других Моих Видеозаписях Я уже Все эти Темы Не раз Поднимал Не один раз Водил Людей В Одесский Археологический Музей Так Сейчас Считаю Раз уже Сорок Возил Разные Группы Разных Людей Некоторых По несколько Раз Некоторых По одному Разу И все Равно Даже я Даже для себя Периодически Вновь Приходя Нахожу Что-то Я Поначалу Или Не заметил Или Потом Забыл Или Не учел В съемках Или Не особо Хорошо Получилось Во время Съемок И в общем-то Работы Конечно же Еще Много И Важные Артефакты Они Есть Конечно же Не только В Одесском Археологическом Музее Много Важных Артефактов Сейчас Хранится В музеях Крыма И в музеях Кубани И поэтому Я рекомендую Жителям Тех Регионов Провести Съемки В своих Музеях Ну Или Самим Как-то Смонтировать И выложить Эти съемки Ну Или Прислать Мне На электронную Почту Я Сделаю Осмыслительный Анализ И выложу Эти материалы Просто Ввиду Того Что Так сказать Сейчас Происходит В мире Есть Вероятность Что Те Музеи В их Мясностях Могут Повредиться А мне Не хотелось Бы Чтобы Из-за Глупости Политики Проводимой Российской Федерацией Человечество Потеряло Какие-то Аспекты Ведического Ну Или просто Даже Околоведического Греческого Пусть Или Раннехристианского Наследия Потому Что В общей Сложности Любое Историческое Наследие Это Наследие Человечества Вот Данный Предмет С Тремя Цветами И тройственной Символикой Связан С тройственной Славянской Вышивкой Другой Предмет На котором Не особо Сфокусировалась Камера Также Имеет Солнечную Символику Другие Греческие Предметы Имеют Последовательность Из Животных Которые Вновь Они Подсматривали В скифском Трипольском Искусстве Можно Посмотреть На позы Этих Животных На Трипольской Посуде И как Дальше Греки Заимствовали Позы Оленей В скифском Искусстве И соответственно На греческой Посуде Ну и станет Понятно Что греки Конечно же Подсматривали Греки Может быть Находили Или Артефакты Еще Трипольской Культуры И Заимствовали Оттуда Идеи В каких-то Случаях Они Заимствовали Идеи От Более Современных Им Вариантов Посуды И Символики Которой Пользовались Наши Предки Тех Времен Так или Иначе Реальное Наследие Оно Всегда Ценно Реальное Наследие Всегда Важно И важно Его Сохранить В Одесском Археологическом Музее Множество Статуй Часть Статуй С отбитыми Головами Часть Головы А тела Этих Статуй Или Статуэток Уже Потеряны Все это Тоже Части Некогда Рассыпавшейся Картины Как Пазлы Истории Археологии Которые Следуют Воссоединить Которые Следуют Осмыслить Понять Почему Были Сделаны Именно Такие Предметы Что Они Символизировали Для Соответственно Своих Изготовителей Для своих Пользователей Что это Может Значить Для нас Сейчас Потому что Это части Нашего Наследия Это части Нашей Памяти Человек Который Потеряет Память Станет По сути Дело Умственным Инвалидом Народ Народ Который Теряет Или Не Желает Принять Свою Память Также В общем-то Потом Страдает И Археология Отрезвляет От Заблуждений Каких-то Новых Роноложцев Даже Когда Официальная Историческая Трактовка Вот Помещает Изображение Всевышнего Солнца Бога В Такие Вот Несколько Неудобные Места И под Углом Чтобы Соответственно Не так Хорошо Их Можно Было Рассмотреть Не знаю Или из-за Моих Походов В музей Или Просто Так Или Может быть Они реально Считают Что так Даже Удобней Они Расположили Данный Артефакт Но Что есть То есть Что есть То есть И Выход Это Не отвернуться От археологии Выход Это Не отвернуться От летописей А выход Как раз Изучать Археологию Изучать Летописи Изучать Символику Изучать То Где Берет Своё Начало Тай Та или иная История Та или иная Символика Что она Означала В своём Оригинале В своём Начале И дальше Как Эту символику Эту историю Этот миф Или О чём В конкретном Случае Будет идти Речь Что оно Означало Как оно Трактовалось В своём Начале В своём Истоке Ну а дальше Как оно Уже Видоизменялось Как оно Уже Переосмыслялось Последующими Народами Последующими Какими-то Пользователями Носителями Хранителями Греки Неплохо Вписались В культуру Северного Причерноморья Греки Частично Заменяли Касту Торговцев И ремесленников В некоторых Городах Ну и в общем-то Имели Плотный Симбиоз С Многими Династическими Элитами Северного Причерноморья Если взять Баспор Там И через Браки И через Контакты Дошло До того Что в нынешней Официальной Трактовке Баспорские Цари Даже в общем-то Считаются Или Греками Или Фракийцами Но официальная Трактовка Она в этом плане Забавная Она с одной стороны Выставляет Баспорских Царей Как Греков Ракийцев С другой стороны Отмечает Что У них И иранские Какие-то Мотивы Присутствуют И в именах И в стилистике И вообще В устройстве Государства И ученые Любят Так очень Долго И нудно Помудрствовать Что смотрите Вот У Баспора Есть Параллели И с персами И с греками И с фракийцами И с персами И с греками И с фракийцами Но Официальная Трактовка Как будто бы Специально Не хочет Из этих данных Делать Какие-либо Выводы И как будто бы Официальной Трактовке Вот Достаточно Просто Помудрствовать И просто Сказать Что типа Нет Мы не сидим Руки Мы чем-то Занимаемся Вот видите Мы заметили Эти параллели Ну Как бы И все И таким путем В дальнейшие Времена Когда Им предъявят Претензию Относительно Того Что Относительно Того Точнее Как Баспор Взаимодействовал И с фракией И с персией И с кифией Они скажут Ну а что А мы же сами Это признавали Видите Мы же сами Писали о том Что у Баспора Были связи Соответственно И Персами И с кифами И Фракийцами Мы же писали Об этом Просто мы не написали Какая именно Была связь Просто мы Писали Что Баспор Был зависим И от греков И от фракийцев И от кого хочешь И не хочешь Просто мы Чуть-чуть Ошиблись И так Даже тяжело Будет Как-то Как-то Что-то потом Против этого Сказать Потому что Проблема В истории Не в том Что Что-то Слишком Спрятано А проблема В том Что история Фрагментирована И при Изучении Истории Чтобы Что-то Реально Понять Недостаточно Прочесть Всего лишь Один Буклетик По Истории Недостаточно Прочесть Школьный Учебник Нужно читать И осмыслять Очень много Тогда Картина Сложится Если же Не читать Будут Фрагменты Истории И современные Трактовки Этих Фрагментов А археология В этом плане Является Важнейшим Источником Важнейшим Источником Который Реально Показывает Что у Древних Людей Было Чем Они Пользовались Что Изображали Можно Даже Определить Что они Ели И пили Проведя Соответствующие Химические Анализы Внутренней Поверхности Многих Сосудов А вот Амфоры Якоря Поднятые С дна Морского Ввиду этого Не так Уже И Глупо Выглядит Греческое Предположение О том Что Скиф Анхарсис В свое Время Изобрел Якорь Как Явление К тому же Протоякорная Символика Активно Использовалась Кемерийцами Там Это Символ Который С одной Стороны Стал Прототипом Для Якоря С другой Стороны Стал Прототипом Для Армянских Крестов С третьей Стороны Стал Прототипом Для Казачьих Крестов Северного Причерноморья В частности Тех Которые Использовались На Староказачьем Кладбище В Одессе Все это При желании Можно Навести Справки Посмотреть Википедиях Посмотреть В интернетах Как выглядит То Как выглядит Это Как оно Все Взаимо Так сказать Стыкуется И проблема Не в том Что Снова же Чего-то Кардинально Не хватает Проблема В том Что люди Не особо Хотят Это изучить Люди Хотят Краткий Ответ И Официальная Трактовка Дает Им Свой Ответ Вот Только Ответ Несколько Перетрактованный И Несколько Своеобразный Тут Видны Статуэтки Птиц Вновь Статуэтки Птиц Если Позднее Смотреть На Скифские Штандарты То Скифы Скифы Использовали Символ Птицы В качестве Одного Из Геральдических Если Вы уже Просмотрели По Скифскому Залу То Я там Показывал Изображение Скифских Соответственно Штандартов С Изображением Птиц Если Вы Вспомните Что Было В Соответственно Первом Зале Там Где Присутствовала Копия Мизинской Птицы С Меандрово Свастическим Орнаментом На спине В общем-то Также Можно Проследить Эту Преемственность Ну и Можно Увидеть Что Греки Проживая На территории Северного Причерноморья Также Частично Переняли Культ Птицы Правда Сомневаюсь Что Греки Хорошо Понимали Значение Этих Птиц Вероятнее Всего Греки Уже Воспринимали Птиц Изображаемых Птиц Просто Как Птиц И думали Вот Вот эти Скифы У них Звериный Стиль Они Изображают Животных Они Изображают Птичек Они Изображают Рыбок Греки Не понимали Что За всеми Этими Зооморфными И Антропоморфными Образами В Скифском Искусстве В скифской Геральдике В скифской Символике Идет Философия Если взять Учение О десяти Аватарах Вишну Которая Сохранилась В индуизме То Там У Всевышнего Есть Аватара И в виде Вепря И в виде Черепахи И в виде Соответственно Рыбы И дальше В виде В других Уже Источниках Впоминается И аватара Его энергии В виде Змея Ананташеша И еще Очень много Чего И Таким путем Если понимать Что Тот или иной Зооморфный Образ Является Символом Какой-то Аватары Всевышнего Или символом Какого-либо Бога То По соотношению Этих всех Символов Можно По сути дела Изучать Теологию Если же Не понимать Теологического Значения Зооморфных Символов Кажется Ну Скифский Звериный Стиль Просто Зверушек Изображают Скифы В своем Иконографическом Геральдическом Стиле Иногда Изображали Что Род Геральдическим Символом Которого Был Грифон Соответственно Поверг Род Геральдическим Символом Которого Был Олень Ну Или там Другой Грифон Или Не знаю Барсук Какой-нибудь И изображали Это в своем Искусстве Они Хранили Память О своей Победе Но Соответственно Сейчас Историки В Торе Грекам Трактуют Это исключительно Как скифский Звериный Стиль И Считают Что Если Скифы Изображали Как Одно Животное Победило Другое Животное То тут Речь Исключительно О животных Никакой Геральдики Никакой Символики Ничего Просто Соответственно Просто Вот так А между Тем Символика В Геральдики Используется До сих пор Используется И в западных Странах Используется И в эрефии Используется И в восточных Странах И многие Важные Победы Той или иной Страны В большом Гербе Этой страны Или Этой династии Так или иначе Сохраняются Всем известно Что московиты В своей Геральдике Сохранили Своё уничтожение Астраханского Или Казанского Царства Гербом Которого Был Соответственно Дракон Ну и в общем-то Что ж Уж Удивляться Правда Тоже Относительно Того Чьим Конкретно Он был Гербом И Какой Именно Дракон И как Тут уже Остается Гадать Московиты Очень сильно Исказили Свою Историю И соответственно Очень сильно Изничтожили Исказили И попытались Окончательно Уничтожить Историю Тех народов Страны Которых Они захватили Осматривая Данную Греческую Посудину Становится Странным Что здесь Выбиты И уничтожены Именно Головы Персонажей То есть Тоже вопрос Кто же там Такой был Изображен Что пришлось Изображение Голов Этих Персонажей Уничтожить Присутствуют Лампадки Курильницы Часть из которых Также несет На себе Тройственную Или крестообразную Кемерийскую Или общеведическую Символику Конечно же Существуют И меандровые Узоры И упрощенные Версии Дравишковиани Которая В некоторых Случаях Уже Интерпретирована Как сваргиальная Символика Все это Есть Я не Собираюсь Вскрывать Какую-либо Свастическую Символику Наоборот Я ее Показываю Единственное Что в отличие От многих Российских Разноверов Которые Как видят Свастику Так прямо За нее Хватаются И Ну Не станут Кричать Хайль Гитлер Но Хайль Путин Возможно И завоют В отличие От такого Вот Псевдо Родноверия По факту Разноверия Я На основании Знаний Рахманской Традиции Провозглашаю Что свастическая Символика Всего лишь Орнаментальная Символика Всего лишь Одна из Многих Допустимых Символик Которыми Пользовались Наши Предки Но она Никогда Не была Центральной Она Никогда Не была Самой Важной Самая Важная Это Трезубообразная И Ратайская Символика То есть Те Два Типа Символики Которые Прослеживаются На протяжении Всех Эпох Существования Ведической Культуры Те Типы Символики Которые Тянутся От Гипербореи До Индии До Тибета До Китая До Американских Континентов Которые Сохранялись И Ахименидами И Египетскими Фараонами И Много Кем Другим В той Конечно же Или Иной Степени Сохранности В той Или Иной Степени В более Поздние Времена Конечно же Уже И И И Скаженности Данная Часть Оформления Сооружения Из Города Тира И В общем-то Рядом Присутствует Миниатюрная Статуэтка Что Тоже Показывает Уровень Уровень Искусства Уровень Возможностей Наших Предков Возможности Изобразительного Искусства Были Достаточно Развиты Были и Миниатюрные Статуэтки И Статуэтки В 3-4 метра Которые Также В каких-то Случаях Абстрактно Символизировали Воинов Символизировали Мифологических Персонажей В каких-то Случаах Изображали Или Конкретных Предков Или Ныне Существующих Царей Военачальников Героев И Конечно же Если речь идет О Северном Причерноморье То во все Эти Греческие Мотивы Ведическая Символика Также Активно Проникало И По факту Шло Совмещение Как Греческих Мотивов Так и Ведических И Это неплохо Это показывает В общем-то Что у нас Эти мотивы Были И Если бы Наши предки Были такие Дикие Если бы У наших предков Ничего своего Не было И они просто Лишь ждали Когда греки Им что-нибудь Принесут То тут Не было бы Симбиоза Местных Мотивов И греческих Тут просто Греки Фактически На чистую Почву Привносили бы Своё искусство Свои знания Свои обычаи Скифы Бы Стали Говорить На каком-то Ломаном Греческом Языке Если бы У скифов И греков Цивилизационная Пропасть Была бы Такая же Как допустим У Португальцев Или испанцев С одной стороны И Допустим Ацтеков Майя С другой стороны То и История Взаимодействия Была бы Такая же Самая Даже С Китаем Который Не был Покорен Вот так Внаглую Как Американские Американские Континенты Даже По отношению С Китаем Европейская Цивилизация В эпоху Великих Географических Открытий Вела Доминирующее Взаимодействие И как Англичане Хотели Вертеть Китаем Так Они им И вертели Греки Не могли Вертеть Скифами Греки Наоборот В каких То Случаях Просили У скифов Разрешение В каких То Случаях Исполняли Приказы Скифских Владык Скифских Военачальников Скифских Царей В каких То Случаях Пытались Торговать С греками Точнее Со скифами Пытались Мирно Сосуществовать Со скифами Пытались Советовать Этим Самым Скифом Свои Какие То Взгляды На мир Пытались Советовать Свои Варианты Как Следует Повести Себя В той Или Иной Ситуации Что Касалось Или Внутренних Событий В скифии Или Что Касалось Взаимодействия С какими То Внешними Силами Во Времена Допустим Засилия Македонии Часть Греков Поддерживала Как раз И Боспор И Скифов В том Чтобы В общем-то Они Не прогнулись Ну Те Небольшие Царства Скифов Которые Могли бы Прогнуться Под Македонию Греки Помогали Контактировать Им С другими Скифскими Царствами Чтобы Как можно Меньше Сил В Северном Причерноморье Прогнулось Под Македонию Когда у Боспора Был конфликт С Македонией За обладание Эфракии И Гелеспонским Регионам Часть Греков Также Поддерживала Боспор И дальше Когда Уже Случился Конфликт Боспоро-Пантийского Царства Проекта Циркумпантиды Во главе С Митродатом Евпатором И Махоксенесом Фарнаком С одной Стороны А с другой Стороны Была Римская Империя Тогда еще Республика Но По чуть-чуть Она уже Превращалась В империю Которая Хотела Полностью Доминировать В Соответственно Средиземноморье И Которая Хотела Подчинить Причерноморье Потому Что Причерноморье В сути Своей Было Достаточно Сильно Взаимоинтегрировано На внутреннюю Торговлю На внутренние Политические Экономические Династические Социокультурные И другие Связи И поэтому Римляне Понимали Что если Они захватят Только часть Причерноморья Они не смогут Его удержать Они хотели Захватить Все Причерноморье И часть Греков Поддерживала И воспринимала Как освободителя Именно Боспоро-Пантийского Царя Потому Что Ну У Боспорского Царства И у Скифов У Сарматов Которые На тот Момент Уже Потеснили Скифов Была Очень Длинная История Взаимодействия Очень Долгая Очень Многогранная История Взаимодействия С Греками Скифы Никогда Не пытались Греков Превратить В скифов Скифы Взаимодействовали С греками В меру Того Насколько Это было Для скифов Нужно Удобно Возможно С другой С другой Стороны Скифы Конечно Не давали Грекам Особо Активно Налазить На своей Территории Что же Касается Рима Рим Хотел Заформатировать Греков Под себя В этом Плане Боспоро-Пантийское Царство Для части Греков Стало Единственной Надеждой Единственной Возможностью Как-либо Сохранить Свою Независимость Как-либо Сохранить Свою Самобытность В условиях Надвигающейся Римской Агрессии Римского Нашествия По сути дела И В данных Залах Уже Как раз Артефакты Близящиеся Как раз К тем временам То есть Если Поначалу Я демонстрировал Артефакты Из Греческого Зала Сейчас Материалы Как раз Греко-римского По большей Частью Римского Периода Пойдут Потому что Когда Позднее И Вследствие Ослабления Боспорского Царства После Некоторых Событий После Предательства Херсонесцев После После Гибели Фарнака Когда Римляне Пытались Засунуть В Боспор Своих Ставленников Скребониев Полимонов И Прочую Такую Живность Позднее Позднее Князь Князь Аспаруг Смог Привести Боспорское Царство В порядок Но Римляне Получили Возможность Своего Присутствия В Северном Причерноморье Уже Тогда Никаких Разговоров О том Что Северное Причерноморье Будет Каким-то Таким Альтернативным Центром Где Греки Смогут Себе Спокойно Жить Уже Никаких Таких Разговоров Не Было Часть Греческих Или Полу Греческих Городов Государств Просто Перешли Под власть Рима Тут В частности В центре Вы могли Видеть Статую Часть Точнее Статуи Голову Статуи Митродата Евпатора Тут уже Сейчас Другие Всякие Элементы Другие Символы Которые Также Являются Автохтонными Для Северного Причерноморья Но Евпатор Это тот Кто пытался В общем-то Создать Альтернативный Проект Альтернативу Для Римской Империи Циркумпантическую Державу И по примеру Баспора В такой Державе Нормально Смогли бы Сосуществовать И Скифы И Сарматы И Греки И многие Другие Народы Но не Получилось Тем не менее Баспор Смог Сохраниться И на Некотором Историческом Этапе Баспор По сути Стал Единственным Государством Где Греки Могли Жить Более-менее Независимо Не под Римским Владычеством Поскольку Баспор Хоть И стал Государством В статусе Вечного Союзника Римской Империи Но Баспор Сохранял Независимость Баспор Не превратился В провинцию В какую-нибудь В какую-нибудь Область Римской Империи Баспор Сохранялся В состоянии Независимого Хоть И вечно Дружественного Царства Часть Процессов В котором Конечно же Синхронизировалась С Процессами В Римской Империи Но В Баспорском Царстве Официальным Языком Долгое Время Сохранялся И Греческий Язык И Конечно же Скифский Позднее Сарматский И И позднее Хоть и Добавилось Латинь Добавился Рамейский Римский Язык Но Греческий Язык На территории Баспора Чувствовал Себя Удобнее И Удачнее Чем все Остальные Языки Поскольку Римлянам Переходить На Скифский Было Крайне Неинтересно Скифом На Римский Вообще Бессмысленно А вот И те И те Могли Неплохо Знать Греческий И Именно На Греческом Языке Как-то Взаимо Изъясняться Как-то Пытаться Пытаться Найти Друг с Другом Хоть Какой-то Общий Язык И Хоть О чем-то Договориться Будь то О Сотрудничестве Будь то О Торговле Или хотя бы О Ненападении Конечно же Присутствует Множество Статуэток Часть из которых Имеют Ритуальный Символизм Часть из которых Позднее Греками Уже делались Исключительно В Эстетическо Декоративных Целях Потому что Греки Приходили Соответственно К Древним Славянам В Гиперборею Приходили К Скифам И Такие А что это у вас Там на стенке Куча всяких Фигурок Возвращались К себе Домой И говорили Своим Мастерам Хотим Тоже Чтобы у нас Была стенка На которой Будет куча Всяких Фигурок Но Если Для последователей Ведической Традиции Это были Не просто Фигурки Это были Статуэтки Богов И предков Каждый Из которых Символизировал Или какую-то Грань Достоинства И доблести Или символизировал Какую-то часть Древнего знания Или просто Ну реально Один из предков Данной семьи Данного рода То греки Уже просто Часто Подражание Делали Множество Статуэток Часть Из которых В действительности Изображало Каких-то Богов И героев Но В отличии От Ведических Канонов По оформлению Домашнего Алтаря Красного Угла У греков Все это Было Достаточно Профонировано Перед этим Также Вы могли Видеть Продемонстрированные Механизмы Замков Конечно же Не антикиферский Механизм Но что есть Сейчас Можете Видеть В частности Предмет С Сарматобоспорской Тамгой То есть Тамги На территории Северного Причерноморья Активно Использовались И на территории Боспора И на территории Тиры И на территории Ольвии И на территории Других Основных Центров Основных Регионов Северного Причерноморья В древности Конечно же Акротерии Солнечные Цветки Символы Коронарного Сияния Солнца Конечно же Всяческие Посудины С Тоже Сложной Солнечной Растительной Символикой Все Это было Все это Изготавливалось То что Какие-то Единицы Сохранились И дожили До наших Времен В коллекции Одесского Археологического Музея Это крупица Это ничто В сравнении С Тысячами Если не Миллионами Подобных Предметов Которые В свое Время Изготавливались И Ну Использовались В быту В Северном Причерноморье Изображение Богинь охоты Изображение Священных Птиц Снова же Заимствуя Продолжая Мотивы Еще Мизинской Культуры Изображение Иконных Всадников И Кентавров И Кого Кого Только Не Хочешь Всяких Мифологических Животных Все Это Есть Все Это Просто Можно Приходить В Одесский Археологический Музей Каждую Статуэтку Под увеличением Рассматривать И Осмыслять Соответственно Сейчас Этот материал Получится На полтора Часа Если Бо Я попытался В рамках Данного Осмысления Осмыслить Каждую Статуэтку Ушло Бо Намного Больше Если Бо Я попросту Говорил Эта Статуэтка Значит То Не Доказав Не Объяснив Не Обосновав То Выглядело Бы очень Голословно И Выглядело Бы очень В стиле Фоменко Носовских Чудиновых Кунгуровых И прочих Которые Читают Надписи На солунце И Ну И все Остальное Что с ними Связано Ну Кстати Тут В центре Видите В центре Крышки Очередной Солнечный Символ А Последовательность Персонажей Вновь Копирует То Как Это Впервые Разработано Именно На Трипольской Посуде Разнообразные Бусы Разнообразные Ачели Аканты Тут Снова Предмет Солнечной Символикой И Спиральной Символикой Что Также Берет Свои Начало Еще В Триполье Конечно Греческие Предметы Даже Солнечной Символикой Даже С орнаментами Которые Имеют Свои Прототипы В Древности Трипольской Культуры Греки Все равно Модифицировали Греки Не копировали Ну За исключением Некоторых Случаев Греки Ничего Не копировали Аж Прямо Так Внаглую Существуют Предметы С Научной Символикой Много Чего Существует Много Чего Точнее Правильнее Сказать У Северного Причерноморья Очень много Древних Страниц И если Просто Вы Даже С помощью Интернета Попытаетесь Посмотреть Сколько Классических Греческих Деятелей Или Происходили Из Северного Причерноморья Или Как-то Были Связаны С Северным Причерноморьем Вы В общем-то По-другому Сможете Взглянуть На историю Северного Причерноморья Сможете Понять Что тут Речь Не просто О городах Колониях Не просто О греках Которые Колонизировали Северное Причерноморье А тут А тут Некая Ситуация Аналогичная С китайцами В Америке Вот Во многих Американских Городах Есть Китайские Кварталы Ну Есть И Есть И По Америке По Европе Да даже По нашей Стране И по Эрефии И по Турции По Соседней С нами Беларуси Есть Множество Множество Множеств Разнообразной Китайской Продукции Ну И Также Китайцы Активно Расселяются И Соответственно В нашу Страну Прибывают И Во все Окружающие Нас Страны Прибывают В Эрефию Сколько Их Уже В общем-то Набилось Ну Что это Доказывает Не Доказывает Это То Что Китайские Кварталы В Американских Городах Означают Что Китайцы Колонизировали Америку Принесли Туда Цивилизацию И Что Помимо Китайской Цивилизации У Американцев Как бы Нету Своей Конечно Это Не Является Причиной Для Таких Выводов Больше Того Китайцы Прибывающие На территорию Америки Учат Английский Язык Многие Прибывающие В Украину Кое-как Учат Украинский Язык Ну То есть А что Делали Греки Греки Также Проникались Местным Языком Местной Культурой Местными Обычаями Тех Народов Северного Причерноморья На территории Которых Они Селились И дальше Как в общем-то Китайцы Какие-то Идеи Подсматривают И переносят Потом обратно В Китай Также И греки Подсматривали Многие Идеи На территории Северного Причерноморья И обратно Переносили В свою Грецию И это Неплохо Это Ну Это просто История Это просто Так было То что я Это все Говорю Не для того Чтобы как-то Греков Там Ущемить Или что Такова История Сейчас Принята Несколько Другая Трактовка Историй Просто Потому что Те Кто в Российской Федерации Поначалу Еще в Российской Империи Писали Историю Для них Было Важно Показать Что Все Здесь Было Очень Уныло Потом Кое-как Крестили Киев Потом Из Киева Вывести Предков Династии Которая Поначалу Правила В Москве Ну И дальше Обосновать Необходимость Засилия Немцев В Государственной Верхушке Российской Империи Поэтому Они Намеренно Унижали Уменьшали Искажали Значение Скифов Значение Сарматов Значение Боспора Не только В истории Северного Причерноморья Но и вообще В мировой Истории Потому что Если бы Сказать Что Северное Причерноморье Всегда Было Достаточно Густо Заселенным Здесь С древнейших Времен Стрепольской Культуры И ранее Было Множество Поселений Часть из Которых Были Городами Северное Причерноморье Активно Торговало С Другими Причерноморскими Регионами Средиземноморскими Регионами Если Так Это Все Признать То Некие Мифические Екатерининские Постройки Одессы Выглядят Крайне Незначительными Российская Государственная Пропаганда Попыталась Сказать Что Типа Ну да Может быть Какие-то Греческие Города Государства Когда-то Здесь И были Но то Все Давно То Все Прошло А вот Екатерина Построила Одессу Екатерина Конечно же Ничего Не строила Екатерина Даже Ни единого Коня На территории Одесской Области Или Северного Причерноморья Не удовлетворила Хоть Как Многие Свидетельствуют Вполне Могла Это Сделать Тем Не Менее И Прототипы Одессы Существовали Еще С Тех Времен И Пока На территории Московии Квакали Жабы И Ходили Медведи На нашей Территории Вот Существовало Все Вот Это Только Если Здесь Вы Видите Осколки Статуй Вот Опять Демонстрирую Осколок Голова Статуи Боспорского Царя Митридата Евпатора Другие Осколки Статуй Но Это Сейчас Вы Видите Всего Лишь Осколки Статуй У каких-то Отбиты Руки У каких-то Отбиты Головы У каких-то Всего лишь Голова Сохранилась Статуи Лишины Окраски Статуи Лишины Золотого Или Какого-либо Другого Украшения Которое Им Изначально Предполагалось Начально Все это Выглядело Намного Более Грандиозно Намного Более Красиво Поэтому То Что Есть В музее Это Даже Не Процент Это Как Пол Процента Или четверть Процента От всего Того Великолепия Которое Еще до Нынешней Эры За пять Веков До Нынешней Эры И в первые Века Нынешней Эры Уже Было На территории Северного Причерноморья Уже Было И В каких-то Случаях Уже Ломалось Уже Устаревало Уже Становилось Ветхим Античным Уже Заменялось Поверх Этого В городах Возникали Новые Культурные Слои Поверх Них Возникали Следующие Культурные Слои Так Трипольская Цивилизация Великая Бхарата Постепенно Превратилась В катакомбную В ямную Культуру То есть В Кемерию Кемерия Оставив После себя И Баспоро-Колхидское Царство И Агатырсов И Много Чего Другого Но Так или иначе Кемерия Позднее Кемерийцы Значительная Часть Кемерийцев Отправились В Переднюю Азию И создали Там Ахименидскую Империю Следующим Витком Северном Причерноморье Стали Скифы Скифы Правили Из Северного Причерноморья Скифская Держава Простиралась В Азии До Алтая И далее Северноморье Скифии Какому Государству Сейчас Соответствуют Андрофаги Также Без труда Можно проверить И по картам И как говорил Иисус По делам Их Узнают Их Вообще Очень Мудрое Выражение Иисуса Как и Много Других Выражений И постулатов Учения Иисуса Оно Полностью Синхронизируется С ведическим Учением Ну Снова Проблема В том Что Евангелие Христианами В основном Не читано Как и Родноверы Не особо Спешат Изучать Какие-либо Ведические Источники Как и Люди Которые Часто Интересуются Историей Не особо Ею Интересуются Вместо Того Чтобы Прийти Вот так Вот В музей Осмыслить Изучить Артефакты Которые Конкретно Есть Вместо Того Чтобы Взять И от Корки До Корки Прочитать Геродота Прочитать Страбона Прочитать Плиния Прочитать Других Историков Те Кто Так Сказать Интересуются Историей Смотрят РЕН-ТВ Смотрят Какие-нибудь Передачи В духе Не знаю Пришельцы В нашей деревне Ну и Соответственно Читают Новохроноложество Читают Очуденение Читают Там Шемшучание Всякое И от Этого У них Полностью Скунгуриваются Мозги В сторону Мирового Заговора В сторону Глобальной Ядерной Войны 200 лет Назад А между тем Сейчас уже Реально Может начаться Глобальная Ядерная Война И отчасти В этом Виновны Те Кто Вместо Того Чтобы Разбираться В Подлинной Истории И в том Что происходит Сейчас Они изучали Мифы Заведомо Ложные Мифы Современных Искажателей Истории А в Политическом Смысле Они Поддерживали Тех Кому Выгодно Данное Искажение И Все Пришло К тому К чему Пришло Символизм Значение Данных Статуэток Не осмысленно Людьми Хотя Символизм Часто Бывает Очень Простой Очень Понятный А вот В частности Плита На которой Присутствует Огромная Тамга Множество Других Предметов Статуэтка Здесь Вероятнее Всего Или Аида Или Сераписа Точно Там Еще Надо Проверить Некоторые Нюансы Ну Точнее Иконография Которая Совмещает В себе Особенности Аида И Сераписа И Есть много Других Статуэток Рельефов Памятников Надгробий И В частности Обратите внимание Над многими Подобными Извояниями Сверху Находится Треугольный Элемент В центре Которого Символ Солнца Все Потому Потому Почему И пирамиды Почему И Масоны Потом Себе Взяли Треугольно Солнечную Символику Где Правда Солнце Иногда Заменяется На глаз Но Глаз Также Является В каких То Случаях Символом Знания Символом Прозрения И Символом Того Что Смотрит На Солнце В Масонской Иллюминатской Символике Есть Также Пласты Ведического Наследия Но Это Уже Отдельная Тема И Вновь Людям Интересней Какие-то Вымышленные Сюжеты О том Что Масоны С Иллюминатами Прилетели С Нибиру Людям Чем Бредовей История Тем Им Интересней А между Тем Реальная История Пылится В музеях Реальная История Тлеет На Страницах Старинных Книг Реальная История Реальная Археология Реальная Философия Все Это Находит Всего Лишь Несколько Просмотров На Моем Канале В то Время Как Какие Нибудь Видео О том Не знаю Как Хомячок Пукнул Или Как Люди Пожрали Очередную Какую Нибудь Шаурму Из Дохлого Не знаю Барашка Или Или еще Кого-нибудь Все это набирает Миллионы Просмотров И люди Так делают Выбор В пользу Невежества Вместо Того Чтобы Сделать Выбор В пользу Знания В Авестийских Пророчествах Фраша Керетти То есть Правильный Выбор Воспринимался Как Краеугольная Концепция Которая Определит Будущее Человечество Сейчас Ввиду Грядущего Появления Искусственного Интеллекта Ввиду Того Что Оружие С каждым Разом Становится Все более И более Смертоносно Чтобы Не было Мировой Катастрофы Рекомендую Все-таки Задуматься Все-таки Сделать Правильный Выбор Одесса Не имеет Непосредственного Отношения К Древнему Египту Однако Общим Регион Северного Причерноморья Издревле Контактировал С Древним Египтом Начальные Цивилизационные Выселки Тех Протоиндоевропейцев Которые В долине Нила В общем-то И сформировали Его поселения Ставшие Позднее Номами И сформировавшие Цивилизацию Вдоль Всей Долине Нила В общем-то Они Имели Связь С Северным Причерноморьем С Балканами И другими Древними Регионами В более поздние времена Египтяне Пытались Контактировать Не всегда Позитивно Известные Походы Сесостриса Везозиса Других Египетских Фараонов Которые Пытались Завоевать Соответственно Северное Причерноморье Воевали С кемерийцами И с кифами Не совсем Данные Фараоны Сейчас Признаны Исторической Наукой Тем не менее О них Пишут Те Кто Являются Фактически Основателями Исторической Науки Поэтому Поэтому Есть Смысл Доверять Этим Сведениям Но Относительно Походов Сесостриса Или Везозиса Можно почитать Википедии Других Источниках Что же Касается Одесского Археологического Музея В Одесском Археологическом Музее Предоставлена Достаточно Качественная Коллекция Разных Древнеегипетских Артефактов И разных Печатей Каменных Саркофагов Высококачественной Обработки И В общем-то Многих Других Древнеегипетских Предметов В общем Присутствует Карта На которой Изображено Что Откуда Как бы И как Касательно Географии Древнего Египта Ну и дальше Присутствуют Разные Артефакты Которыми Древние Египтяне Так или иначе Пользовались В бытовых Практических Или Ритуальных Целях Присутствует Множество Фотографий С разным Подписанием В частности Присутствуют И Статуэтки В общем-то Фараонов Статуэтка Беса Достаточно Такого Специфического Существа Тем не менее Которого Почитали Некоторые Древние Народы Бес Если брать В общем-то Ведические Данные Не сразу Сбесился Но Это отдельная Сложная История И у Беса Были Свои Специфические Взаимоотношения Как с Кемерийцами Так и с Династией Хеминидов Так и с Другими Народами Тут же Видна Древнеегипетская Подушка Вот Это Нечто В виде Подставки Под шею Или под Голову В общем-то И является Египетской Подушкой Да Достаточно Аскетично Да Достаточно Твердо Но Тем не менее Никакие Лишние Живности В пуховой Подушке Не заведутся И не будут Грызть Голову Обладателя Поэтому В этом Есть свое Преимущество По отношению К Более Поздним Ну Или вообще Европейским Подушкам А так Голова Проветривается Что в условиях Египетского Климата Тоже Достаточно Важно Разные Статуэтки Ушедших Ушебеты Так называемые Фотографии Храмов Фотографии Всяких Других Предметов Которые Были Связаны С культами С культами И числа Бога И Анубиса И много Кого Другого Древнеегипетские Соответственно Крылатые Скоробеи Сбоку Там находятся Относительно Этой Витрины И не только Так же Урей Так же Другие Так же Другие Разные Статуэтки Ушебетов Статуэтки Джеда Священного Жезла Которым Пользовались Жрецы И фараоны Скоробеи Это вот эти Крылатые Сбоку С другой Стороны На другой Витрине Присутствует Мумия В древнеегипетском Гробу Разложившаяся Но Как есть Изображение Суда Осириса Когда Умерший Приходит К Стребогу Осирису Кроносу Яме И докладывает Ему Относительно Своих Праведных Или Грешных Дел Ну и Там Дальше Стребог Говорит Своё Заключение Относительно Дальнейшей Посмертной Судьбе Данного Умершего Данные Сюжеты Часто Изображали На саркофагах В гробницах Ну и Просто На храмах В разных Манускриптах Древнего Египта Вообще Саркофаги Были Расписаны Огромным Количеством Разных Аспектов Древнеегипетского Знания Что было Важно Для того Чтобы В случае Чего Как Полагали Египтяне Умерший Может выйти Из саркофага И Соответственно Почитать Почитать Что-то Ещё Интересное Готовясь К переходу В иной Мир Поэтому Саркофаги Расписывались Очень-очень Пышно И то Что вы Видите Сейчас Это Когда Уже Спустя Две с половиной В лучшем Случае А чаще Всего Три Три с половиной Четыре Тысячи Лет Спустя Спустя Такое Достаточно Долгое Время Саркофаги Достаточно Уже Так Подпортились Тем Тем не менее Все равно И даже Сейчас На них Можно Заметить Очень много Чего Интересного Это Изображение Богов Это Ратайская Символика Даже на Серьгах Данного Саркофага И Обилие Обилие Разных Сцен Саркофаги Расписывались Очень пышно И снутри И особенно Снаружи Поскольку Предполагалось Что какое-то Время Умерший Будет Еще Находиться В саркофаге Пока он Сможет Ну Дух Умершего Пока сможет Выйти Из своего Саркофага И Это Время Он Сможет Читать Соответственно Что там Для него Написано Позднее Также Предполагалось Что он Сможет Смотреть На свой Саркофаг Снаружи Читать Изучать Осмыслять Символику И те знания Которые Изображены Снаружи И также Готовиться К встрече С богами К прохождению Всех Этих Всех Этих Нюансов Которые Следует Пройти Которые В символической Или Прямой Форме Описаны На саркофаге На саркофаге Снутри И снаружи Изображалось Просто Огромное Количество Разных Сцен Разных Богов Разных Сюжетов И все Это Имеет Непосредственное Значение Все Это По сути Части Древнеегипетской Философии Древнеегипетской Космографии И Древнеегипетской Книги Мертвых Аналога Ведической Науки Кродовиде Можно Видеть Трезубообразные Композиции Можно Видеть Изображение Богов Изображение Змей Изображение Соколов Изображение Шакалов И Многих Всяких Других И Понятно Что Изображение Уреев Это Не просто Змея Это Проявление Богини Уджет Изображение Шакала Это Не просто Шакал Это Анубис Или Упуат Или Другой Какой Нибудь Связанный С этой Темой Бог Изображение Сокола Это Также Ра Или Осирис Или Хорс Изображение Ибиса Это Соответственно Мудробог Или Мыслибог Или Это В редких Случах Как правило Это Числобог То есть Тот Также Изображение Скоробеев Изображение Судьи Типа смерти Изображение Разных Существ Совмещающих В себе Особенности И крылатых И Животных И Антропоморфность Солнечные Лодии Еще Очень много Чего Другого Реально Можно Ну Иероглифы Само Собой А вот Рисунки Буквально Можно Каждый Рисунок Брать И Описывать И Находить Сотни Если Не Тысячи Параллелей В древнеегипетском Искусстве И в древнеегипетской Символике С соответствующими Значениями Это Не Искусство Как таковое Как европейское Искусство Как современное Искусство Современное Искусство Это Когда Изображают Что-то Чтобы Передать Свои Какие-то Переживания Чтобы Не знаю Передать Своё Несварение Или Вожделение Или Неудовлетворённость Или Ещё Что-нибудь В таком Духе Что касается Древнего Египта Что касается Вообще Древних Цивилизаций Они Вот эти Экскременты Сознания Не Пытались Передать Они Пытались Передать Именно Символизм Именно Знание Именно То Что касается Космогонии Теологии Космографии То Что касается Трансцедентного Взгляда На Вселенную То Что касается Тонких Путей По которым Проследует Дух Умершего После Смерти Тела Это Никак Не связано Соответственно С тем Что Не знаю Египтянин Сидел Сидел Увидел Кошечку Нарисовал На саркофаге Кошечку Увидел Собачечку Нарисовал Анубиса Увидел Птичечку Там тоже Нарисовал Это Совершенно Не по тому Принципу Современные Люди Многие Из тех Кого я Водил В музей Они Вообще Не понимают Они Видят Птицу И думают Что Просто Древний Египтянин Нарисовал Птичку Это Глупо Это Тупо Это Совершенно Не так Тут Буквально Каждая Символическая Последовательность Имеет Своё Значение Имеет Своё Соотношение С другими Последовательностями Тут Определённый Канон Что именно Должно Быть Изображено На саркофаге Конечно же Саркофаг Для правителя И саркофаг Для чиновника И саркофаг Для мелкого Чиновника Они Естественным путём Отличались Но Существовал Базовый Набор Теологических И философских Знаний Которые Следовало Изобразить На саркофаге Просто По самому Обряду Мумификации Просто Для того Чтобы У умершего Были По крайней мере Базовые Знания О Его Духовной Природе О Духовной Природе Мироздания И В общем-то О том Что Отдав Разным Богам Разным Стихиям Запчасти Своего Тела Из которых Оно Состояло Он должен Пойти Дальше Он должен Пойти Дальше Он должен Вознестись Соответственно К Богам И Желательно Присоединиться К их Пантеону С другой же стороны На Случае Если Вознестись Получится Мумификация Предполагала И Резервный Способ К Возрождению То есть Когда Тело Умершего Сохраняется До лучших Времен В надежде На то Что люди В будущем Изобретут И клонирование И цифровую Реставрацию Личности И Что В общем-то Можно Будет Используя Оставшиеся Гены Данного Умершего Клонировать Его Тело А Используя Цифровую Реконструкцию Личности В общем-то Загрузить В это Тело Сознание Схожее С тем Которое Было У Его Носителя И если Дух Не вознесся И не мучается В аду И не пошел На реинкарнацию Он сразу же Притянется В тело В котором Будет Аналогичная Генетика По сути дела Генетика Сформированная Отчасти И из Его Духовной Воли Поскольку Конечно же Генетика Каждого Нового Человека Состоит Из Запчастей Генокода Отца И матери Но вот То Как Эти Запчасти Скомпонуются Насколько Композиция Будет Больной Здоровой Духовно Потенциальной Или нет Зависит Исключительно От притянутого Туда Сознания Которое Формирует Вокруг Себя Растущее Тело И Соответственно Когда Будет Клонировано Тело Умершего Особенно Если В него Загрузят Электронную Реставрацию Его Сознания У его Духа Не будет Другого Выбора Кроме Как Притянуться И вновь Воплотиться В этом Теле Так Древне Древнеегипетские Философы Древнеегипетские Жрецы Древнеегипетские Фараоны Которые Неплохо Знали Науку Футурологию Подготовили Для себя Резервный Способ К возрождению И достижению Божественности Это Обязанность Которая Лежит На нынешних Поколениях Поскольку В свои Времена Конечно же На каждое Жреческое Поколение Есть свои И демоны И вредоносные Боги И какие-то Колдуны И много Другой Нечисти Которая Всегда Противостоит Силам Духовного Развития И жрецы И цари Которые В свои Времена Сохраняли Человечество От зла От кривды От деградации Они заслужили Чтобы потомки Возродили их Чтобы потомки Дали им Такую Возможность Если Сама Центральная Искра Того Или иного Фараона Уже давным-давно Достигла Духовного Совершенства То не страшно В качестве Центральной Искры Возрожденного Тела Воплотится Одна из Искр Которая Была в мозгу Ранее У данного Фараона Но все равно Генетическое Возрождение Каждого Мумифицированного Фараона Это Просто Обязанность Нынешней Цивилизации Скорее всего Масоны Хорошо знают И понимают Это Возможно Даже Экспериментируют В этом направлении Конечно же Не имея Всей полноты Ведического Знания Они не смогут Достигнуть Нужного Успеха Они не смогут Исполнить Свой долг Перед Былыми Поколениями Но в любой Момент Если они Захотят Просветиться Ведическим Знанием Если они Захотят Познать Как это Правильно Сделать Я всегда Готов Подсказать Поскольку Это Долг Истории Долг Поколений Которые Рано или поздно Так или иначе Следующее Поколение Перед Прошлыми Должны Соответственно Осуществить Анализируя Символику Видим Множество Тройственной Трезубообразной Символики Которая Присутствует И в основе Саркофагов И в общем-то В планировке Самой Композиции Всей той Картины Которая Изображается На саркофагах Потому что Тройственность Это один Из аспектов Мироздания Тройственность Это один Из аспектов Ведической Философии Тройственность Священная Трылья Тройное Ведание Как один Из неотъемлемых Аспектов Ведического Знания Описано В Велесовой Книге И тут Можно видеть Просто Графическое Изображение Этой Самой Тройственности Или Если хотите Можете Представить Себе Трайсуб Который Сейчас Является Официальным Гербом Украины Можете Представить Что Это Как Расширенная Версия Того Самого Трайсуба Можете Представить Трайсуб В расширенной Форме В виде Того Что Здесь Изображено Саркофаги В виде Того Что Изображалось На множестве Предметов Киевской Руси В виде Того Что Изображалось В иконографии Древней Индии Египет Естественно Также Сохранял Осколки Ведического Знания Сохранял Старался Сохранить И передать Далее Все Что Мог Поскольку Знание Всегда Чрезвычайно Ценное Знание Это То Чем Никогда Не следует Разбрасываться В то же Время Как Деградация Это То Что Всегда Следует Избегать Можно Видеть Как Данный Совершенно Обработанный Каменный Саркофаг Со Временем Так Или Иначе Разбился Я Не знаю Именно Его Историю Был Ли Он Разбит Злоумышленниками Или Разбился От Энтропии Времени Но Так Или Иначе Даже Камень Ломается А Ведическое Знание Это То Знание Которое Дает Возможность Вновь И вновь Обрабатывать Новый Камень Вновь И вновь Приходить К Пониманию Необходимости Упорядочивания Окружающего Пространства Что Что Является Основной Задачей Воплощенных И это Прекрасно Знали Древние Египтяне И это Прекрасно Знали Все Древние Народы Которые Хоть Как-то Сохраняли Осколки Аспекты Элементы Рудименты Ведического Знания Египтяне Вообще Прекрасно Обрабатывали Камень С одной Стороны Они делали Весьма Удобные Для Бытового Использования Поверхности С другой Стороны Они даже На них Наносили Множество Важной Нужной Ведической Ну Или уже В поздние Времена Постведической Древнеегипетской Символики Начально Самую Древнюю Египетскую Символику Вообще Очень хорошо Можно сравнить С символикой На посуде Трипольской Культуры С символикой Тертеревенчанской Культуры И с символикой Древней Месопотамии Что в общем-то По историческим Закономерностям Всегда Было Связано Да Древний Египет Не является Частью Истории Одессы Но Одесса И не претендует На то Что Древний Египет Является Частью Истории Одессы Просто Одесса Чтит Наследие Древнего Египта Храня Часть Древнеегипетских Артефактов То То как Древнеегипетские Артефакты Хранятся В Одесском Археологическом Музее Крайне Отличается От того Как Всевозможные Разнородные Артефакты Хранятся В Московском Историческом Музее В Одесском Археологическом Музее По порядку Четко И ясно Есть Артефакты Трипольской Культуры Кимерии Дальше Греко-римский Период Дальше Скифы Сарматы Ранние Славяне Киевская Русь Древний Египет Для Каждой Из этих Тем Отдельный Зал Тут Так Сказать Не Перепутать Что Касается Московского Исторического Музея Там Намеренно Артефакты С Фактически Всей Северной Евразии Северо-восточной Евразии Свезены Сброшены И смешаны Так Чтобы Казалось Что Все Это Артефакты Некой Единой Некой Среднестатистической России И Хоть В принципе Даже В Московском Историческом Музее Каждая Витрина Подписана И Разумный Человек Всегда Может В своем Сознании Рассортировать И Определить Откуда Вот тот Или Иной Артефакт Какому Роду Племени Он Принадлежит Но К сожалению Большинство Людей На это Не смотрят Они Просто Смотрят Что Это Красивые Безделушки И Такое Обилие Красивых Безделушек Воспринимают Как Дополнительную Причину Гордиться Россией А Вследствие Такой Гордости Идут Убивать Украинцев И И готовы Пойти Убивать Любой Другой Народ На Который Им Укажет Путин Древние Египтяне Чтили Честь Чтили Достоинство Чтили Соответствие Справедливости И Истине Они Знали Что В Посмерти Их Встретят Боги И они Хотели Прожить Свою Жизнь Так Чтобы Им Было Что Сказать В Посмерти Богам Они Хотели Прожить Свою Жизнь Так Чтобы В Посмерти Если Их Возродят Потомки Им Тоже Было Что Сказать Своим Потомкам И Предстать Перед Потомками Как Достойные Лидеры Достойные Деятели Своего Времени Древние Египтяне Знали Об этом Готовились К этому Пока Еще Потомки Не особо Готовы Чтобы Исполнить Свой Долг И Возродить Соответственно Древне Египетских Правителей Древне Египетских Научных И Культурных Деятелей Многие Из которых Как Непрекаянные Духи До сих Пор Влачат Своё Существование Возле Полуистлевших И Истлевших Своих Тел Древне Египтяне Знали Что Энтропия Их Пожрет Если Они Не будут Придерживаться Справедливости Они Знали Огромном Жутком Звере Который Пожрет Их По смерти И Знали О том Звере Который Может Воплотиться В будущем И в разных Иносказаниях В разных Пророчествах В разных Древнеегипетских Текстах Об этом Всём Также Есть Важные Чёткие И вполне Конкретные Знания Мудрость Древнего Египта Восхищала И поражала Греков Мудрость Древнего Египта В каком-то Смысле До сих пор Ведёт Многие Передовые Мысли Нынешней Науки В каком-то Смысле Можно сказать Что и Ньютон И многие Другие Конечно же Они дальше Осмысляли Они пытались Дальше Продвинуться Но базово Они шли По Тем Колеям По Тем Предположениям По Тем Наработкам Которые Начались Ещё С времён Древнего Египта И Хоть Для Северного Причерноморья На каком-то Историческом Этапе Древний Египет Был Конкурентом И даже Врагом Но для Северной Африки Для своего Региона Египет Как раз Был Средоточием И источником Ведической Мудрости Она уже Не была Чисто Ведической Такой Какой Она была Соответственно В Трипольской Культуре Но Эта Мудрость Несколько Модифицированная Её уже Можно Назвать Древнеегипетской Мудростью По сути В ядре Своём Она имела Всё же Ведические Знания Египетская Теология Египетская Космология Во всём В этом В глубине Ведические Знания Ведические Смыслы Ведические Пророчества Ведические Знания О смене Эпох Древне Знания Знания Но Нынешние Люди Ленятся Нынешние Люди С большей Готовностью Играют В компьютерные Игры Как они Это называют Убивая Время А на самом Деле Лишь Убивая Себя Лишь Лишая Себя Следующих И следующих Возможностей Возможностей Что-то Понять Возможностей Что-то Постигнуть Возможностей Что-то Сделать В этом Мире Перед тем Как Энтропия Заберет Их Тела Расцен Р Utン Возможностей Возможностей Себя Заберет Это Дет О Ар П Гories Из Возможностей Гор Возможностей Продолжение следует...